Всем привет, друзья! Вы на канале Шотлигровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами AtomRPG. В догонку бросаем еще одну серию по бункере, который находится в ущелье Вет. В прошлой серии мы зачистили вот эту часть с генераторами и казармами. И сейчас нужно будет как-то открыть дверь в комплекс, где находятся какие-то собаки. Собаки зеленого цвета и все бросшие растениями. Будет сегодня битва. Подождите, этот труп проверял? Вполне. Так, нужно будет теперь сейчас открыть шлюз и пройти следующую часть бункера. Давайте нажимать кнопки. По-моему, это вот это, да? Перераспределение энергии. Автоматическое исправление или что-то нажимать-то надо. Неполадки не обнаружены, значит не этот. Значит, все-таки вот этот панель. По перераспределению энергии. Аномальные материалы. Это красная зона. Справа она была закрытая. Жилой комплекс. Это мы, в нем, я так понял, были синее крыло. Биолаборатория. И технический комплекс. Что-то одно из двух. Либо вот это, либо вот. Ну давайте, эти комплексы. Так, белое крыло не нуждается в дополнительной электроэнергии. Нет, не надо продолжать. Тогда биолабораторию. Зеленое крыло нуждается в обеспечении электроэнергии. Мощности генератора М1 не хватает. На полное обеспечение объекта электроэнергии. Конфликтующий позиции лазарет и резервный выход. Ну давайте, резервный выход. Вот, выход подключена к сети питания. И... Он, он открылся? Да, он открылся, можем сюда и топать. А что такое лазарет? Подождите, лазарет, лазарет. Может мне туда надо зайти? Может на лазарет надо было подать? Так я тут все открыл. У меня не было здесь закрытых дверей. Может быть дальше? Биолаборатория, кстати, собаки уже здесь. Но это не собаки, это какие-то супер-мега-мутанты. Лазарет, лазарет. Интересно, ну где же тут лазарет? Ладно, походу будем идти. Если вдруг мы найдем лазарет, то тогда потом распределим. Но Фидель уже, по-моему, потерялся. Да, Фидель пошел своей дорогой. Он сейчас у нас откроет даже те двери, которые никогда в жизни никто не открывал. Проследим за Фил... Блин, как его зовут? Филадельф я хотел сказать. Фидель, Фидель. Уважаемый Фидель. Дуй сюда. Да, у него свой маршрут. Но все равно дошел. Потому что все двери открыты, а в прошлой серии мы потеряли дедулю. Так, надо брать, наверное, уже в руки оружие. Игры закончились. Я думаю, калаша будет достаточно, чтобы разобраться с собаками. Посмотрим. Винтовку брать не буду, свою самую модную. Ибо там патронов не очень много. Хотя за прошлую серию мы немного подобрали. Ну что, давайте попробуем. Так, я открываю. Правда, не успею сменить. Успею сменить. Тихо, не ходите сюда. Я с ними разберусь. Не понял. Что-то не можешь до него дострельнуть. Куда ты ху... Твою ж дивизию. Ну ты даешь. Фиделя, главное, не пускайте. Он неадеквашка. Что такое? Где дальность твоя? Давай. Легко ранен. Дело дрянь. Ранен. Упс. Это еще что такое? О май гот. Он меня... Он меня заплевал. Оу. О-оу. Я умер. Дело дрянь, ребят. Дело дрянь как-то загрузится. Хорошо, что я сохранился возле... А, я не понял. Ну теперь это тот... Видели, сколько он раз меня ударил? Раз двадцать, наверное. Стой. Что ты заходишь? Так, подожди. Если эта тварь появляется в любом болоте... Ну ладно, давай. Ранен. И где тут эта... А, вот она лежит. Слышите, здесь есть тварь. Ей не видно просто было. Она умер... Ух ты! Сколько у тебя девочков действие-то? Слышите, этот даже не попал. Осторожно. Не попал. Нет, попал, убил. Нифига себе. Вот это вот... Вот этих надо убивать. Вот эти травы, которые лежат... Их не видно, но не есть. Так, сейчас мочим в этом. Боюсь, что я его не убью с одного раза. Вот собака сейчас получит. Пять, три, девять. Мы победили. Нет, еще не победили. Просто страшно подходить. Лежишь, в болоте могут быть животные. Так, перезаряжаемся. Все там с собакой моей. С состоянием. Нет, ну тебя-то, конечно, перевязать можно. Но пока ничего не надо. Сохраняемся еще раз. Вот это нельзя обыскать, животное. А, вот это можно обыскать. Сейчас пос... О, собака. Сейчас тебя покормлю. Как раз то, что нужно. Шесть кусков мяса. Раз. Два. Три. Хватит. И как раз. Восстановили. Ну, в принципе, собаку можно выпускать. Знаешь что, пес, давай поддам тебе команду. Бегай за любым противником. Потому что сейчас эти противники не стреляют. И как раз если ты его перекроешь, и с него выпадает мясо, то ты у нас будешь и лечиться. И чувствуешь себя хорошо. Главное не попасть на цветок, который... Цветок это вообще жесть. Ранен. Убит. Тут надо вот так просматривать. Хотя они должны, наверное, высвечиваться. А этот не высвечивается. Да нет, не должны они высвечиваться. Надо быть начеку и сохраняться постоянно. Цветок вообще убийца. Выносит моментально. И 20 раз стреляет. Три куска мяса. Сейчас я буду перегружен. Слышишь, пес, возьми, наверное, свое мясо сам. Когда надо будет, я тебе его вернул. Не понял. Два килограмма ты не унесешь, что ли? А, он вообще ничего не унесет. У него кусок металла какой-то. Нахрен тебе нужен? А сколько он весит? Килограмм 30. Ну, даже если я это уберу, то это все равно тебе не поможет. Ладно, я деду дам. Где-то на самой прокаченной он у нас возьмет мясо. И провод. И 5 банок тушен. Еще 10 килограмм может унести. Но уже, видите, есть... Страх, что мы скоро не сможем нести предметы. Все-таки винтовку, которую мы нашли, она весит до хрена. Так я вижу тело в химзащите. Но тут, по-моему, врагов нет. Будем аккуратно. А, пардон. Окей. Винтовку. Ой, не винтовка, а наше оружие. Автоматик, вернее, прицельный. И очередной перезарядки. Вот этот. Одиночный. Так, пошли тут посмотрим. У этого дяди может что-то быть. Но тут может быть и заражение. Я, кстати, так бегаю беспечно. Голода уже 200. Аккуратненько. 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 Фляга, армейский, ржавый нож. Это пусть себе берут. Я ржавый уже, наверное, не буду собирать в игре этой. Так, тут надо очень аккуратно. Ибо здесь могут быть растения. Растения, растения. Растения. Три собаки. Тут, конечно, как повезет. Как повезет. Собаки бьют много. Фидель, ты дурак? И растения, главное, появились. Смотрите. Фидель дурак. Фидель открыл дверь. Ну, и сейчас умрет, я чувствую. Ну, да, при смерти все, Фидель. Адью, самикос. Ну, тяжело, конечно, с такой командой работать. Но я уже привык, что не у меня. А, я сохранился как раз. И сохранение охерительное просто. Просто охерительное сохранение. Смотрите, все, Фиделя мы потеряли, друзья. Прикиньте. Охереть. Вот это сохранение. Все, человек умер. Итак, я снова на месте. Я снова на месте. Теперь моя команда вся будет возле меня. Теперь вся команда будет возле меня. Я никому не даю разрешения бегать. Ни-ка-му. Я сам буду с ними разбираться, наверное. Это жесть какая-то. Так, подождите, подождите, подождите. Тактика. В этом вкроется твое, приятель. Мы должны держаться ближе друг к другу. Давай так, хорошо. Дедуля. Иди сюда. Тактика. Мы должны держаться ближе друг к другу. Только так. А как еще? Ну, это же вообще кошмар какой-то. Никто никуда не выходит. Потому что заплюют сразу же. Я сейчас сохраняюсь. Я так понял, сохранение у нас через 10 секунд происходит. После того, как появляется здесь надпись. Считаем 20 секунд. На всякий случай, чтобы с запасом. Чтобы игра сохранилась именно тогда, когда я нажал кнопку. А не через 10 секунд, когда я уже не спасти персонажа. Хорошо, что у меня есть резервные сейвы. Они, кстати, очень часто спасают меня в этой игре. Потому что игра часто или провисает, или зависает. Вы просто этого не видите. Я вырезаю и загружаю, перепрохожу это место. Иногда бывает заново. Потому что бывают такие случаи. И сейвов надо очень много иметь. Ну что, я пробую. Фидель опять выходит. Да, Фидель выходит. Ну что? Ну тут, по крайней мере, я, наверное, сохранился хотя бы. Нет, Фиделя сейчас убьют. Нет, не убьют. Потому что я вышел вовремя, по-моему. А, у меня карточка в руках. И у меня что-то тут слабость какая-то. Все, загрузка. Смотрите, Фидель по-любому выходит первый, мать твою. То есть мне. Мне надо сейчас загружать. Будет смешно, если Фидель сейчас опять будет забегать в дверь. О, смотрите, где игра сохранилась. Мать вашу что? Вы что, не ебутый что ли? Совсем что ли? Совсем, бля. Как так игра сохраняется? Вы там что, рехнулись что ли, товарищи, уважаемые разработчики? Как так игра сохраняется у вас? Я специально это не буду вырезать. Я это оставлю в видео. Вы видели, сколько я посчитал? 20 секунд прошло. Я буду переигрывать это постоянно что ли? Или что? Уважаемые разработчики. Ё-моё. Вот это жесть. Что там Фидель ранен? Я не знаю, конечно. Слабость какая-то. Какая-то слабость. Я сейчас буду мутузить. Фидель, а зачем ты сюда заходишь, Фидель? Ёхан и баба. Нет, ну этот цирк надо снимать. Этот цирк по-любому надо снимать. Это надо видеть. Это надо видеть просто. Потому что многие не поверят, что такое возможно. Сохранил игру. 20 секунд простоял. Фидель все равно. Игра сохраняется, когда Фидель забегает. Я не понял. Я не понял, что это такое вообще нафиг. А, у меня один шанс только походить. Ну все, я умер. Давайте еще раз попробуем. Мне просто интересно, как работает система сейвов. Фух. Ну все, тут Фидель мертв, наверное, да? Нет, Фидель не мертв, но дверь я... А, нет, дверь я успел открыть. Но в любом случае, что мне тогда... Да ничего, мне карточку надо поменять. Что, тебе это не дает никакой роли? Не играет в никакой роли. Но его все равно сейчас убьют. Дважды не могу выстрелить. Потому что я дважды... О, а меня еще дедушка просадил сзади. Охереть. С ружья просадил, прикинь. Все, Фидель мертв. Ладно, еще раз... Я еще раз просто сниму, чтобы этот абсурд можно было посмотреть. Этот абсурд должен мир видеть. И я готов его показать всему миру. Не успеваю я открыть дверь и войти, потому что игра сохраняется только тогда, когда Фидель входит в эту часть помещения. Но сейчас мы, конечно, немножко взяли огонь на себя. Сейчас Фидель получит еще 20 раз по рукам. Так, я этого убиваю. Подожди, как ты убиваешь? А, у меня слабость уже. Меня уже заплевали, что самое интересное. Я его убиваю. И стою на месте, что у меня слабость. Фидель не может стрелять. У Фиделя команда заложена пройти внутрь этого помещения любой ценой. Даже если враги, ему плевать. Он идет по врагам. Так, ну что, друзья. Я все. Я буду загружаться третий раз. Ну, ладно. Давайте, все. Еще одна пауза. Я еще раз перепройду этот участок. И мы с вами будем снова бороться с игрой. Не с врагами мы будем бороться с игрой. Пауза. И еще одно включение, друзья. Я вам скажу, что до этого я загрузился еще несколько раз. Дело в том, что у меня Фидель, как и сейчас, расстрелял в спину. Правда, один раз выстрел был критическим. И он меня убил сразу. И второй раз я загрузился. Дедушка пропал. Дедушка не дошел с края. Он где-то опять завис. И найти его было невозможно. Но ладно, ладно. Я сохраняю концентрацию. Все. Я только что передал ему мясо свободное. Я теперь должен их оставить, наверное, где-то здесь. Чтобы они не двигались. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Фидель, 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 Фидель. Как тебя оставить на месте? Как их, мать его, оставить подальше отсюда? От этого места? Чтобы Фидель не сохранился, когда заходит сюда? Мне просто интересно. Ну, тут нет тактики стой на месте. Видите? Я даже выгнать его не могу. Ну, может, дополнительное, конечно, предложение. О! Стоит тут, пока я разведаю обстановку сам. Верно. Давайте я позовусь и что. Так, Фидель стоит на месте. Ну, в принципе, кроме Фиделя. Никто больше там не ходит. Если Фидель не сохранит игру. То все будет нормально. Стойте, наверное, и вы здесь нахер. Команда такая у меня классная. Гексаген. Дополнительное предложение. Стоит тут, пока я все разведаю. Отличная идея. Окей. Не, ну иди, давай сменим. Не, ну иди, сменим тему. Подожди. Ширт не то нажал, наверное. И собака стоит там же, потому что у меня уже сил нет. Сиди тут. Все. Все. Я скоро вернусь. Все. Теперь мне надо вылечиться. Еще раз сохраниться. Надеюсь, сохранение произойдет тогда, когда я хочу, а не когда игра захочет. Сейчас мне надо вылечиться. А чем тут вылечиться? Да, сейчас сожрем что-нибудь. Так, а это как использовать? 47. Сколько у меня там? А сколько у меня всего здоровья? 64, по-моему. 68. Давай еще раз. Не знаю. Такая, конечно, игра классная, атмосферная. Я бы уже, конечно, давно бросил с такими багами. Но, блин, баги просто убивают. Просто убивают, честно. Даже сохранение. Авто-сохранение. Не авто-сохранение, а быстрое сохранение. Смотрите, я стал наркоманом. Прикиньте. После двух, после двух доз я стал наркоманом. Игра просто меня задрачивает. Я вам говорю. Я стал наркоманом после того, как дважды себя вылечил. Иногда после бутылки водки я стою наркоманом. Иногда, видите, я где загрузился. Просто перед теперь каждым употреблением аптечек нужно сохранять игру. Потому что неизвестно, что будет дальше. Вот здесь, видите, я уже тоже запорол прохождение. Сейчас буду загружаться. Почему-то, почему-то, почему-то напал на меня первый цветок. И хожу теперь не я, а я, видимо, ослаблен. Это что-то с чем-то. Выпиваешь бутылку водки, и ты становишься алкоголиком. Понимаете? Сразу ты алкаш. У меня такое тоже было. Лечишься два раза шприцом, и ты наркоман. А нахрен тогда шприцы нужны? Сделайте их, чтобы их не было тогда. Сделайте одни аптечки. Но аптечки редкость, по идее-то, в этой игре. Не так часто их... Я не могу попасть в собаку, хотя стою в метре от нее. Это как вообще? Что происходит здесь, в этом участке? Мы так легко прошли прошлую часть бункера. И вот здесь начинается хардкор какой-то, непонятно. Я что, не могу попасть в десяти метрах в собаку, что ли? Или мне надо поцеловаться с ней, подойти? Почему я не могу попасть в собаку? Ответьте. Что такое? Пар мешает или что? В эту могу, в эту не могу. Ладно, давай в эту. А, я забыл, там цветок рядом. Ладно, давай еще раз загрузимся. Что там с Фиделем? Ранен. Ох, дедушка в этот раз не в меня стрельнул. Слава дедушке. Все собаки спрятались за проходом. Теперь я могу в них стрелять. Только раз, конечно же. Все. Сейчас меня убьют. Нет, не убьют. Нет, нормально. Неизвестно, что сейчас будет с собакой. Ну, короче, нас покоцали как никогда. Но нельзя быть уверенным, что мы сюда не вернемся. Сами понимаете, мы все-таки... Даже после того, как сохраняем игру, Есть шанс, что игра сохранится гораздо позже. Таково наше предназначение. Бороться с разработчиком. Я на одном месте уже 20 или 40 минут стою, представляете? Вместо того, чтобы играть в игру, я сражаюсь с багами. Мне напоминает это Fallout 4 на PlayStation. Ну, я там тоже некоторые моменты. Меня просто выбешивало. Супер проект стоит кучу денег. На него смотрит весь мир. Они на PlayStation 4 не могут подлатать баги. Ну, конечно, тот разработчик с этим не сравним. Там миллиардеры. Но они тоже не могут подлатать. Или не хотят, или не могут. Не знаю. Хотя зачем я отдал? Мне же лечить собаку. Так. Я сейчас буду лечиться, правильно? Нет, я не буду лечиться. Нет, надо лечиться, наверное. Что мне сейчас сделать? У нас раненые на борту. Фиделя почти убили. Половина. Начну использовать шприцы. Можем стать наркоманами. Есть такой шанс. Больше одного нельзя. Больше одного никак нельзя. Ну, давай, Фидель. Так, спасибо. Это мне не повредит. Фидель, здоров. Дедушку, по-моему, не трогали, да? Дедушку не трогали, насчет собаки не помню. Фу, собаку почти убили. Эй, круто. Так, как же мне игру сохранить? Может, сейв сделать на отдельной ячейке, чтобы он был... Не знаю. Ладно, сейчас попробуем. Что такое? А, дайте мне мясо сырое. Дед, а где-то мое мясо, которое я тебе дал? Шесть штук. А вот он, девять даже дал. Давай все. Наверное, все пойдет. Собака вообще в хлам мертвая. Да. Ситуация плачевная. Это уже после релиза прошло полгода. Я в нее полгода где-то играю. Это после релиза. А еще до релиза было время. Исправить баги или еще что-нибудь. Так, аптечка. Нет, аптечку я тебе не дам. Я надеюсь, ты наркоманом собака не станешь, нет? А то я стою наркоманом мгновенно, как только употребляю шприц. Может вызвать наркоман. Какой же там шанс вызвать наркоман? Ладно, если бы я вылечился раз десять. Это еще б... Я бы как бы вопросов не задавал, если бы я десять раз вылечился. Но я же-то вылечился всего двумя шприцами маленькими. И вот такой вот подлянка. Так, перезаряжаем. Перезаряжаем, держимся в руках. Давайте пробовать сохраняться здесь. Давайте делать сейвы. Ну, блин, я не знаю. Давайте вот так сохранимся. Быстро игра сохранена. Потом сохраняем в любой другой ячейке. Свободный слот сохраняем. Посмотрим вот сейчас, что будет. Сейчас бегом забегаю, чтобы Фидель не зашел. А, у меня нет этого. Попробую сейчас без Фиделя. А ну давайте. Давайте попробуем без Фиделя сейчас. Как-нибудь. Сейчас Фидель далеко. Открываем дверь. Становимся здесь. Фидель, а ну посмотрим на это поведение, это сумасшедшее. Попадешь? Нет? Нет, что-то не можешь попасть, скажи мне, друг. Давай. Шикарно. Второй сюда. А второй уже не могу стрелять. Чего? Потому что я его не вижу. Знаете, чего он меня не видит? Логично? Он, правда, собаку, наверное, видит. Плохо стали. Плохо стали, да? Собака сейчас будет убита. Ну, как вам сказать, зачем-то дедушка забегает внутрь. Зачем? Ответьте мне на вопрос. Собака. Собака, все. Собака ушла. Можно загружаться. Фидель стреляет в клубень. Удивительно. Обычно он стреляет мне в спину. Так, пробуем. Я не буду вырезать. Я буду показывать, как все есть. Только так, совсем уже тупые моменты буду вырезать. Мир должен, как я говорю, это видеть. Как вы видите, сложно очень дается. Именно из-за тупоголовой команды. Я сейчас открываю. Становлюсь на воротах, чтобы, мать его, никто отсюда не вышел. И не зашел. Клубень появляется. Только когда... Это клубень? Нет, это не клубень. Клубень, это собака. Когда начинается бой? Я его убираю. У него здоровье небольшое. Но все остальные... Могут меня сейчас застрелить, конечно. Фидель пошел в эту дверь. Я это уже понял. И это очень страшно. Так, мы его убиваем. Собака вообще ходит сам по себе. Ну, давай закончим бой. Бой не заканчивается. Так, дедушка пошел в обход. Фидель пошел в ту дверь. Ну, в принципе, нормально. Я не могу встать сюда ногами. Здесь лежит труп. Я его только могу обыскать. Я иду сюда два раза. Ищем клубень. Клубень самое страшное. Не клубень, блин. Это трава, которая зеленая. Она стреляет несколько раз. А где она здесь? А, хрен его знает. Появится попозже. Давай очередью просадим. Начи. Ну, тут я, конечно, попал. Если выживут, то я их побежу. Дедушка стрельнул оттуда в клубень. Вот здесь опасно. Вот он, опасность. Вот она. Сейчас Фидель получит 30 раз. Мне надо убивать 7% здоровья. А чем я так мало шанс попасть? Такой низкий. Не знаете? Я не знаю, если честно. Но надеюсь, Фидель застрелит именно растение. Если он застрелит не растение, то нам конец. Так, я стреляю два раза. Одиночными. А, очереди. Все, я понял. Одиночными. Мне надо убить вот этого. Потому что Фидель может в него не стрельнуть. Это факт. Ну и сюда. Собака, убей. Убей его. Убей. Убил. Молодец. Так, получается собака. Мы прошли эту комнату. Мы сделали невозможное. Если сейчас меня никто не застрелит, то мы просочились все-таки. За 40 минут мы прошли одну комнату. Но еще не прошли. Сейчас Фидель будет стрелять. Внимание. Нет, Фидель не будет стрелять. Он либо слеп, либо, я не знаю. Мы вошли. Мы вошли. Ну что, пора шампанское, наверное, открывать. Нет, главное сейчас сохраниться правильно. Я не знаю. Я уже боюсь сохраняться. Я не знаю, как сохранит меня игра. Может, она меня сейчас сохранит после того, как мы начнем ходить в следующую комнату. Всякое бывает. Но это просто катастрофа, конечно, я считаю. Все можно простить. Но сохранение через несколько десятков секунд после того, как начинается... Очень важный бой. Это класс. Это класс. Так, собаку надо лечить. Она получила у нас очень сильно. Держи мясо. Держи мясо. Не понял. Она лечит что-то, нет? А, что-то одолечит очень слабо. Все, 95, 95. Кто там получил? Я получил и Фидель, по-моему, получил. Да, Фидель тоже хорошо получил. На Фиделя, я надеюсь, не действует. Да, вот эти вот наркомания и все такое. У тебя ж не написано, Фидель, там что-нибудь? Что там у тебя написано? Покажи. Как мне посмотреть твою физиономию? Ну, у Фиделя, по-моему, ничего нет. Никаких негативных навыков, я вижу. Нормально. У меня, надеюсь, тоже. Вот эти только растения очень опасны. Они наносят супер просто урон какую-то. Слабость какую-то накладывают. Собака вообще страхи убежала нахрен. Так, так, мне надо вылечиться. Но при этом надо сохраниться. Мне надо вылечиться. Не хочется эту аптечку тратить. Попробую сейчас вылечиться, чтобы наркомания не наступила. 20, 31. Давайте попробуем. А, так зачем я это делаю? Можно же взять прямо с этого. Не наркоман. И хорошо. Радуюсь уже просто тому, что я лечусь в небое. Это уже радуюсь, в принципе. Так, ну что, давайте на эту комнату сначала зайдем. Тут, по идее, болота нет. Ничего не вылезло. Опа! Внимание! Вы заходите, вы заносите ногу за порогом. И замечаете что-то поблескающее у вас над головой. Вы быстро поднимаете взгляд под потолком комнаты у самого входа подвешенной лаборатория склянная склянка со странной зеленой жидкостью. Почти невидимые нити крепят ее к странному устройству, построенному из резинок и карандашей. Ловкость. Вы подпрыгиваете в воздух, как заядный баскетболист и срываете лабораторную склянку с креплением. Похоже, сосуд был наполнен самодельной и напалмовой смесью. Устройство из резинок должно было запускать в облитого беднягу горящую спичку. Какая жестокая, каверзная, переусложненная смерть была вам избегнута. Этим людям не было чего делать. Как такое даже придумать можно? Ну что, благодаря ловкости мы еще не попали ни на одну ловушку. Смогли все обезвредить. Так, эта вещь хорошая, она мне нравится. Противоядие. Неизвестно, что нас дальше ждет. Кстати, советский боевой нож. Очень неплох. Очень. У нас уже два таких. Так, тут у нас что-что-то вообще такое? Салвиаскалореа. Пол-литровый пузырь маслянистой жидкости пурпурного цвета. А зачем? А на кой он? Ну ладно. Так, тут я смотрел. Еще один труп. Птичка, которую мы уже не можем нести. Мясо сдать. Нажи сдать, провода сдать, тушенку сдать. Дед пока все терпит. Но это уже делал, пожалуйста. Я не знаю, сохранится игра, когда нужно и сохранится. Но в этом помещении есть что-то зелененькое. Вот здесь будет весело. А тут, я вам говорю, веселье будет с этими стреляющими штуковинами. Фидель опять вбежит и нас всех порвут. Можно, конечно, открыть дверь здесь. Тогда будет чуть-чуть легче. Или нет. Или не очень будет легче. Там, правда, дверь уже открыта. А, но Фидель не выйдет. Эти же двери закрыты на ключ. О! Это наш... Хотят? Стоять! А вот и вопрос. Как Фидель открыл эту дверь, не имея вот этого ключа? А? Я не могу пройти ни в одну из дверей без вот этого ключа. Фидель во время быстрого сохранения ее открыл. Чем? Ёханый бабай. Вы просто представляете, как надо мной издевается. Как ты ее открыл, если этого невозможно сделать? М? Уважаемый. Ключ-то только у меня. Как ты дверь открываешь? Вот смотрите, сейчас открою, он побежит в эту дверь. Игра сохранится, наверное, когда он выбежит. Это как что ли автосохранение может идет? Я не видел в чате просто. Может это автосохранение идет? Так что это за автосохранение такое во время перед... Когда бой уже начался? Вы что? Фидель, а ну давай открывай. Нахрен, сейчас посмотрим. В принципе, с собакой мы разберемся. Страшнее всего цветы, которые выползают от этих всяких. Так, я делаю сейв. Я не знаю, сколько надо времени ждать. Может полчаса подождать. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Видите, я не могу ни одну дверь открыть без ключа. А с ключом могу. Опа! Фидель получает поморки. Появляется цветок, который сразу же нападает на собаку. К сожалению, мы бессильны, потому что у меня... Ну ладно, сейчас мы это сделаем. К сожалению, я не смог его убить. Но дедушка тоже не смог убить. И Фидель смог убить. Собака увернулась, увернулась, увернулась. Ранена. Ранена, нормально. Так, я выхожу сюда. Нет, мне надо выйти. Но тут лежит труп. Видите, в чем еще фишка этих пошаговых боев? Что есть шанс, что я не выйду. Нет, я вышел. Я его убиваю. Я его не убиваю. Почему? Скажете вы. А потому что его не видно. Я выхожу еще на один шаг. Я выхожу и не боюсь этого. Я выхожу даже еще на один шаг, чтобы мог Фидель выйти. Иначе он застрелит меня в спину. Я делаю еще шаг навстречу смерти. И стреляю ему в голову. На. И ухожу в бок, чтобы Фидель не застрелил меня. А не здесь. Дедушка, как ты откроешь дверь, если у тебя нет ключа? Дедуля. Давайте включать уже логику. Блин, здравый смысл. Дедушка, ну нет ключа. Ты не мог ее открыть. Какая эмоциональная игра. Ну ладно. Чувствую себя комментатором. Футбольного матча, блин. Фидель сейчас будет в стол побегать. Так, собака сейчас погибнет. Да, собака сейчас умрет. Нам придется загружаться. Она умерла? Нет, она еще жива. Все. Собака умерла. Придется загружаться. Ничего не поделаешь. Ничего. Где сохранились? Сохранились перед дверью. Сохранение произошло успешно. И мы счастливы. И мы счастливы, да. Открываем дверь. Не могу открыть. Только могут мои напарники без ключа открыть. Я не могу ее открыть без ключа. Вот такой абсурд. Смешной. Я ближе даже не могу подойти, потому что мне дедуля мешает. Ну ладно, открываю без ключа. Ну че? Ну че, убийцы. Ключ. Ой, автомат есть. Убийцы. Я здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я жив. Получите. Слабость. Какая-то слабость у меня. Сорняк что-то у меня критическое. А че у меня слабость? А че-то слабость у меня развилась. Ну ладно, это будет долгий процесс. Я чувствую, да, меня сейчас убьют. Собака не может пройти. Но проще, наверное, загрузить. Сейчас Фидель меня добьет. Фидель, пристрели меня. Я уже не жулец. Фидель, пристрели меня. Фидель меня не пристрелил. Эх, как же драматично, да, развиваются события в этой части бункера. Это вам не это, блин. Это вам не это. Тут возьми карточку, открой дверь. Не дотянулся, попробую еще раз. Команда уже подходит. Дедуля выходит, нахрен. Собака сейчас откроет дверь без карточки, да, собака? Сможешь открыть дверь без карточки? Не может она без карточки открыть дверь. Берем пистолет, пистолет. Я могу застрелить деда, кстати. Может, отомстить им всем? Я впервые сзади стою. 63, шанс попасть. Такой редкий шанс. Фидель, наверное, закрывает. О, я застрелил деда. Вот как это происходит, понятно? То есть у них тоже небольшой шанс. Меня застрелить. Я теперь хотя бы понял, как это работает. Хорошо, абсурд продолжается. Тогда лучше вообще не стрелять. У тебя такой низкий шанс. Но, я же говорю, я же не могу настроить соперника, чтобы он не стрелял. В меня. А если он не будет стрелять, то мы сейчас просрем все на свете. Вы представляете, насколько я здесь... Если я выйду, то все, конец. Сука, открой дверь. И отойдите нахрен отсюда. Все отойдите. Уже матерится охота нахрен. Все стоят возле двери и смотрят на меня. Теперь ждем. Теперь наша задача дождаться, пока собака выйдет на прямую линию. Я не могу в нее попасть. Какого хрена, почему я не могу в нее попасть? Что мне мешает попасть в собаку, не выходя в коридор? Ответьте мне на вопрос. Прямая линия. Прямая линия. Я смотрю. Просто бери и стреляй. Что тебе мешает? Сто процентная видимость. Нет, бляха-мух. Собаку не видно. Фух. Какая эмоциональная аферия. Эту часть бункера вообще, короче. Слепили и быстренько выпустили. Не протестировали вообще ни врагов, ни видимость. Вот она, собака. Смотрите. Резь. Если сейчас меня не застрелит дедушка, то мы победим. Шикарно. Сейчас главное, наверное, не высовываться. Потому что мы убили одну собаку. Ну давайте все назад. Давайте сюда иди. Все сюда, я сказал. Дед, иди сюда. Меня там сильно ранили. А что-то меня не сильно и ранили. Один раз что? Одну единицу урона мне он нанес, да? Ну это еще ничего. Нет, я вам скажу, еще ничего. Вот эту собаку выцепить бы. Здесь некоторые двери. Вот это считается дверь. Как будто стена. Стена. Здесь забыли сделать. Ну я не знаю, как это делается. Если бы я был разработчиком, я бы сказал бы. Оно считается, как будто закрытая дверь. Хотя должна быть открытая. И сразу клубень сейчас выползет. Если я выйду сюда, это конец. Я, конечно, могу зайти отсюда. Но тут та же история. Нам просто надо всочиться сюда. Войти вот эту хрень. И держать уже, двигаться отсюда туда. Тогда будет чуть-чуть проще. Но я жду, конечно. Но пока я не выйду из двери, я сейчас еще раз сохранюсь. Все. Все. И все. Начинается агрессия. Смотрите. Слабость. Моментальная слабость. Я перекрыл с собой проход. Я, конечно, могу его убить, но... Его-то я убью, и мне надо отбежать. Если сейчас меня не застрелят напарники... Чего Фидель не проходит в открытую дверь? Вы не знаете? Дверь же открыта. Ой, не Фидель, а дедуля. Дедуля, какого хрена ты единый шок? Вот враг. Вот он враг. Бери его, убивай его. Я не знаю, чем еще чревата будет слабость. Как ее избавляться от нее. Ну, ладно, посмотрим попозже. Я нанес 21 урона к лубню, и он все еще ранен. Я отхожу еще дальше. Еще дальше отхожу. Дедуля все-таки считает, что там лучше. И там больше врагов, да? То есть он хочет зайти сзади. Фиделя убили, нет? Ну, при смерти, да. Фидель, а как ты получил столько урона за такой короткий... По глазам получил урон. Ну, все, конец Фиделя. Я дважды... Нет, могу стрельнуть. Собака, если сейчас его не добьет, Фидель умрет. Все, мы спаслись, по идее. Иди сюда. Все сюда. Дед, иди сюда. Опять же, дед не видит открытую дверь. Он считает, что это закрытая стена. Он не может пройти в нее, он оббегает через бок. Я знал, что будет запара с напарниками, не думал, что такая. Ну и без напарника, в принципе, невозможно играть, потому что враги просто охренительные. Посмотрите, как они нас уничтожают. Фидель, тебе еще один бы удар был последним, наверное. Так, что у меня за слабость? Что, как это понять? Что такое слабость? Где это написано? Ну, слабости уже нет, по идее. Это было временное, да? Временное недоразумение. Так, собаку у нас получала по морде? Наверное, получала. Уже легче, потому что мы выходим с вами в коридор. По прямой идти. Не надо в дверь эти долбаные выходить. А по прямой намного проще. Мы сейчас начнем их отстреливать. По мере их появления. И тут будет выход. А, вот эта дверь, которая не открылась. А что ж это за дверь? Ладно, тут коридор уже будет прямой. Это уже можно выдохнуть. Хотя еще не все закончилось. Я думаю, у нас с вами. Фух, какая напряженная серия. Не потому что враги сильны, потому что... Ладно. Я и думаю, так понятно. Надо идти дальше. Надо идти дальше. Игра атмосферная. Игра классная, можно сказать. Но, мать его. Но такие баги... Эх, портят все. Все портят, честно. Ну ладно. Может дальше попустят. Но сейчас надо собраться. Так, давайте лечиться. 29 здоровья. Сколько там аптечки? Они тяжелые. Кстати, можно их есть. У меня их все равно 100 штук скоро. Где, блин, эта зараза? Где, блин, блин, межи нервы бьют. Где-то... Вот он, 21 аптечка. Пить ее. Это наркоманию вызовет. Съем гарантирую. 40, 51. Ну, нормально. Мы давай попробуем одну. 39 очков. Все, я здоров. Шикарно. Что там с собакой? Собаку не тронули в этот раз. У меня много мяса. Дед, заберешь? Нет? Пока еще заберет. Фидель, а ты ранен? Да, Фидель же практически убит. Но Фиделя я буду лечить шприцами. Раз мне нельзя их использовать, то Фиделю, по-моему, похрен. Но надо сохраниться перед этим, конечно. Но сохраниться, сами понимаете. Это еще не 100%, что мы сохранились. Игра сохранена, Фидель. При смерти. Сейчас я тебя наркоманом сделаю. Но тебя, по-моему, нельзя делать наркоманом, да? Половину я тебя вылечил. Надеюсь, что нельзя. Так, где-то еще. Блин, ну-ка, это медикаменты, медикаменты, медикаменты. Это как-то на медикаменты. Ладно, не буду переключаться. А то еще что-то заглючит. Давайте уже своими методами. Он благодарит. Как там твое Саймон чувствуется? 65 и 60. И нормально все. Берем опять автомат в руки. Карточка у меня еще есть, чтобы открывать двери. Но в этом случае дедушка сам их открывает. По идее, это нормально, дедуля. У них, оказывается, давно был ключ у моих напарников. Они просто немножко об этом умолчали. Нет, дед. Нет, опять сохран... Бляха-муха, сохранился. Все, дед умер. Собака, куда ты пошла? Прикиньте, сохранился, дед побежал вперед. Ёб вашу ж мать. Ну и ладно, я этого уберу, конечно. Дед не может двигаться дальше. Она его сейчас убьет. Да, дед умер. Собака не видит, что здесь стоит враг. Она выходит наружу. Она считает, что надо выйти. И теперь из-за собаки я не могу сюда зайти. Абсурдюще. Теперь мне надо выбегать сюда, но мне не хватит очков в действии. Это просто жесть. Собака перекрыла вход. Я не могу выйти. Ну все, здесь меня сейчас убьют. Прикиньте, сохранился. Пока... Ну все, конец. Конец. Деда... Убили, нет? Я не знаю, здесь такой информативный чат, что я ни хера не пойму. Убили деда, не убили. Хера его знает. По-моему, убили. Ну что, сохраняемся еще раз и смотрим на этот абсурд еще раз. Да, дед выходит. Игра сохранилась опять, когда выходит мой персонаж. Все, мой дед умер. Охренеть просто. Тут появляется собака. Я могу его убить. Я его убиваю. Я еще вижу зад, но... Ну давайте попробуем вырулить, конечно. Ну, не знаю, может я в этом виноват. Сохранился, но почему-то дед побежал вперед. И начинается абсурд. Дед жив, нет? Я не знаю. А, ранен. Тут пишется, что ранен. Сейчас Зульбар за него вступился. Опять же, дальность выстрела. Как измеряется дальность выстрела в этой игре? Я, по идее, в другой местности мог сшибать их с любого расстояния. Здесь ни хера не видно. Ладно, я подойду ближе. Не могу, смотрите. Я не могу в него попасть. Ну, не могу просто. Ну, понимаете, да? Ну, всякое же бывает. Один... Ну, еще один шаг могу сделать, но этого мало. Все равно он его не видит. Он его не видит. Он его не видит. Ладно, я надеюсь, Зульбарс выдержит. Фидель, только не убей меня. А, он бьет деда. Все, дед умер. Нет, при смерти. Я не могу стрелять в этого пса, потому что я его не вижу. Видите? Вы понимаете, да? Что невидимость стопроцентная. Я не вижу пса. Я его не вижу. Сука, это ж как можно объяснить-то? Как это назвать-то можно? При смерти. Фидель, убей его. Фидель его не убил. Все, деду конец. Гексоген убит. Да. Загружаемся. Я обожаю эту игру. Я обожаю ее. Все-таки, наверное, я... Я ее грохнул. Я ее грохну, ребят. Теперь Джульбарс вышел. Не дед вышел. Теперь Джульбарс вышел. Сука. Как это? Как это назвать? Убивай вот это. Стреляй вот это. При смерти. Кританул. Что тут? Ранен. Если сейчас деда собьют... Нормально. Джульбарс почему-то убегает от противника. Я не понимаю, как это работает. При смерти. Ну что? Я его не смог убить. Смог. Дед, твой шанс, если ты сейчас разрулишь эту ситуацию. Нет, он не разрулит. Он сейчас умрет. А, он в страхе. Этот легко ранен. Я не знаю, куда дед стреляет, но... Шансов нет. Я просто не добегу. Я не добегу. Хереть просто сохранить. Все, деду конец. Да. Или нахрен послать деда. Хотя, что я буду дальше тогда делать? Вот это сохранение. Выживи. Вот это сохранение, мать ваша. Собака становится задом. Собака зачем-то выходит... Во время боя собака выходит из помещения. Что это? Что это такое? Почему собака выходит? Ответьте мне на вопрос. Убил. Дед убил с одного раза. Собака в страхе. Почему ты в страхе? Опять деда начинают бить. Да что ж... А, он опять, смотрите, в двери. И пока, сука, вот эта тварь находится в двери, ее невозможно попасть. Никаким способом. Никаким нельзя попасть в нее. Вот эта зона считается невидимой. Ранен. Но сейчас деда убьют. Собака не участвует. Почему-то в битве. Я не знаю, почему она не участвует в битве. Все, деду конец. При смерти. Я не могу добежать до него. И спасти. Никак не могу. Даже если он убил первого соперника, второй, видите, все. Гексоген убит. Нет, еще жив при смерти. Ну, если я с двух раз его убью... Фидель, убей его. Есть. Мы разрулили ситуацию. Мы разрулили нахер ситуацию. С перепуганной собакой. Но это последний, наверное, шанс. Потому что сейчас бы мне пришлось... Что с собакой, мать твоя? Сейчас бы нам не пришлось загружаться. Аж от... Хрен знает какого числа. Делаем сейв. Делаем сейв. И делаем еще контрольный сейв. Если так убогая игра сохраняется, то тогда... Подожди, это сохранение. Не сохранить. Сейчас загружусь еще, мать твою. А, больше нет слотов, да? Я так понимаю, больше нет свободных слотов в игре, да? Или как это понять? Я же сохраниться хочу. А, больше нет свободных слотов. Всего 10. Круто. Круто. И какой же у меня последний? Вы же понимаете, здесь и сортировка для дебилов. Если первый, то это не значит, что он самый последний. А десятый не значит, что он самый свежий. Знаете почему? Потому что седьмой 33 дня и 7 часов. Ну так получается. Сохранение какое-то неправильно. Ну давайте смотреть, какое у меня было последнее. Нет бы как-то лесенкой сохранять. Нет, просто в кучу нахрен накидали все. Даты расставили и справились, красавцы. 23 дня, 1 час. 22 дня, 22. 22, 19. Часов, 9. О, 19 и 3. 5 часов, 19 и 2. Вот самое раннее, судя по всему. Оно что-то второе у меня. Я не знаю, что оно второе. Ну круто. Мне все нравится, да. Чудом мы сейчас спаслись. Чудом. Хотя, казалось бы, ничего не предвещало беды. Мы с вами вышли в коридор. И иди прямо. Нет, дедушка пошел вбок. Дедушка пошел своим путем. И чуть не погубил нас всех. Хотя эта дверь, видите, открывается без карточки. Видимо, некоторые двери все же можно открыть. Одни с карточкой, другие нет. Значит, они не все потеряны. И все потеряны. Ну, давайте попробуем сюда зайти без карточки. Уже карточка не нужна. Ух, я сегодня потерял, конечно, много нервных клеток. Наверное, надо лечиться, потому что у нас дед при смерти. Да, еще по один удар. Повезло ему, что собака промахивалась. Джульбарс тоже что-то себя начал плохо вести. Но, скорее всего, его заплевал цветок. И вот это вот как-то страх, наверное, нагнал на него. Или не знаю, что с ним произошло. Собаку-то мы сейчас закормим. Держи мясо, держи мясо, держи мясо, держи мясо. Я не знаю, куда это тебе лезет, пес. Но жри побольше, потому что никто уже не тащит его. Так, эксогены сейчас будем лечить лекарствами. Ну, вернее, от этими шприцами. Раз мне нельзя им пользоваться, значит, будет... Буду напарников ими лечить. Блин, я не думал, что это крыло будет настолько нервным. Раньше сейф нажал и знаешь, что в любой момент... В любой момент ты сохранишься там, где я стоял. Нет, нет. Мой напарник может в это время бежать в дверь. Зачем-то идти в боковую дверь. Но я не буду ничего вырезать, друзья. В основном, только так. Так, я все хочу показывать. Пусть все как есть, так и есть. Возможно, это не очень интересно смотреть, но... Вы должны понять, с чем приходится сталкиваться. Кто не играл, конечно. Кто играл, я думаю, понимает. Так, там еще будет у нас встреча с... Вот этими тварями. Казалось бы, прямой коридор, что тут? Что тут, да? А на самом деле еще... Ой, сколько всего интересного. Так, я сохранился еще раз. Выходим. Тут может быть цветок. Ну нет. Цветки появляются только когда... Есть бой. Так, тут что-то открыли. Есть какие-то шприцы. Четыре штуки. Тут какая-то баночка. Так, еще что-то взяли. Какую-то хрень. Склянка с половиной литра розоватой жидкости. На кой она нам нужна? Это что такое? Вы стираете пыль, смерцающую голубыми кранами загадочной установки, представляющей собой целый ряд лабораторных устройств, соединенных вокруг общей ВМ. Нестандартной формы. Нажимаете на кнопку включить. Добро пожаловать в интерфейс экспериментальной, роботизированной, компетизированной системы Скула. Пожалуйста, введите систему как минимум три образца. А, у меня два образца уже есть. В крышке стола, поддерживающей конструкцию, открываются три небольших паза. Три образца. Надо еще один найти. Ладно. А так, я не, не вскрою ее. Может, не стоит это сделать? Ладно. Ладно, пошли третий еще поищем. Заодно и постреляем немного туда-сюда. Там еще собаки, я видел, бегают. Ну, опять же, если дедушка выйдет сейчас... Дедуль, выходи. Все выходите. Все сюда. Все вышли. Можно сохраниться? Собака. Можно мне сохраниться? Я сохранился. Ждем полчаса, пока... Игра утвердит. Вот здесь видимость сто... Стопроцентная. А вот здесь уже не стопроцентная. Почему? А, хер его знает. Казалось бы, прямая линия. Казалось бы, я стою на открытой территории. Если я сейчас его не убью, то оно застрелит всех нас. Ну, давайте попробуем. Да, оно застрелит Фиделя. Но мне уже не хочется его лечить. Давай загружаться. Ну, ладно. Раз так пошло. Я его убью. Вот тут видимость вообще шикарная. Это как раньше. Сейчас Фиделя убьют. В общем, вы тут разбирайтесь с этим, а я этого постреляю. Окей. Что-то не попал ни хрена. 25 урона, он как был ранен, так и остался. При смерти. Так, Фидель там угодно при смерти, да? Да нет, еще живой. Еще живой каким-то образом. Но они его не убьют. Да, они его, я думаю, не убьют. Так как, собственно, я не могу. Все, Фиделю конец. Да, Фиделю конец. А теперь можно загружаться. Теперь можно загружаться, да. А теперь можно с чистой совестью загружаться. После ослабления, которое находится вот здесь. Я буду теперь умным. Я буду стоять здесь. И убивать вот этот сын. О, мы теперь избавились от этого. Так, дедушке свои мысли, видите? Он пошел опять в дверь. Ну, у меня интеллект. Моих бойцов нравится. Они нестандартно подходят к ситуации. На, ранение. У них всегда есть творческий подход к битвам. Ну, ладно, Фидель, я думаю, не умрет после этого. Нет, дедушка передумал, но все равно он боится все-таки выходить. Отлично. Так, я выхожу напрямую. Вот здесь собака. А что, эти не вылезли цветочки, нет? Тут еще две. И тут еще несколько. Еще две. В казармах, наверное, находится. А, тут дыра, слышите. А это что за хрень? А куда эта дыра? Да, наше приключение на сегодня еще не закончится. О, опять это болото. О, здесь, наверное, будет третий образец. Наверное, чтобы мы с вами не расслаблялись. Ну, смотри, как будет вести меня, у меня, моя команда себя. Тогда будет все нормально. Все, можно закончить бой? Нет. И дуля издали просто стреляет. Ранен. Ладно, я помогу вам. Глупцы. Все. Теперь можно расслабиться. Только сохраниться как-то. На отдельный слот, нет? Казалось бы, да. Что тут сложно? Собака. Куча народа вооруженного. Причем хорошим оружием. Бери и стреляй. Нет. Не. О, листок из блокнота. Это же не наш метод. Виктор может доверять своему ЭВМ сколько хочет. Однако я продолжу настаивать. Одно нарушение работы вентиляционной системы платы от драгоценной базы знаний окисляется от сырости стоящих в теплицах без возможности спасти сохраненную на них информацию. Исходя из вероятности подобного происшествия, прошу весь трезвомыслящий персонал переписать себе формулу единственного композиционного вещества, которое сдерживает рост этих дьявольских виноградников, которое я помог создать, хотя мог бы потратить время с куда большей пользой, вернуть в родной ГДР для объектов 0.5. Также не случайно непредвиденный флакон готовой герпициды я скрыл в своем шкафчике. За паролем не стоит идти дальше моего имени. За паролем не стоит идти дальше моего имени. Ханс. За паролем не стоит идти дальше моего имени. Что? Ладно. Одна часть салвия с крокфа. На четверть меньше вытяжки турбина куримбоса. Две части диацетилморфина. Двухфазное приготовление сгущения через центрифугу. Растворенность в спиртовой основе. Да. Чуть попроще. Вот это тут еще где-то скелет, по идее. А, вот, мужик еще валялся. Сейчас я его быщу. Так, два шприца и противоядие. А зачем противоядие? Может не отравляют тут потихоньку? Да нет. Как-то не очень. Я пострадал. Есть еще пароль. Где-то уже готово. Тут что-то лежит интересное. Может мы тут что-то найдем? Но я боюсь открывать эту дверь. Сами понимаете, почему у дедушки творческий подход к битве. А Фидель часто меня ненавидит и пытается меня убить. Ну что, пока буду надеяться на быстрое сохранение. Или не надеяться? Нет, давайте уже дойдем до конца коридора. Я надеюсь, с быстрое сохранение меня не подведет. И мы убьем вот эту собаку. О! Вот это дальность, мать его. Вот это уже я люблю. А там с двух метров не могу попасть. Убили. Вот это уже оно. Так. Там еще два осталось. Ну, по идее, здесь все, не считая пещеры слева. Хотя, зачем она нам нужна? Гербицид это сейчас будем еще думать, что куда смешивать. Так там, по-моему, просто в этом пульте управления берешь три банки, вливаешь и, по-моему, все. Или что-то еще надо думать. Или что, зачем? Ну ладно. Давайте хотя бы найдем третью, потом уже будем думать. Что, зачем и как. Вот эту хрень, как ее открыть-то? Какая-то надпись. Чё? Like a rolling stone. Понятно. Густые лианы перекрывают вам дальнейший путь. Через какие, как, как, такие не пробиться даже с самой настоящей мачете? Чего уж говорить про топор. Тут может помочь только мощный гербицид. Не подведи меня топор. Ну, если не поможет, хорошенько осмотреть. Вам кажется, будто извивающиеся лианы покрыты зеленоватой кожей. Не сумев держать первобытное инстинкто, вы с отвращением отводите взгляд. Ладно, не буду обидеть топором, ещё топор потеряю. А у меня это... Любимая вещь. Я буду сохраняться. Так, после того, как я сейчас убью вот этих последних собак, я делаю контрольный сейф. Смотрите, сейчас дальность должна быть. Вот тут дальность работает. Здесь мне не мешают невидимые стены, их нет. И я могу не материться, да, уже? Да. Вот она, красота. Вот, конечно, не очень хорошо получилось. Дедуля, подходить не обязательно. Ты же у нас стрелок. Хорошо, Фидель побежал назад. Это хорошо. Я его убил. Я его ранил. Сейчас дед получит. Но один урона, опять ничего. Фидель решил вернуться. Всё, нормально. Нормально? Или ещё что-то вылезло? Тут нет этих, что ли, вот этих растений? Или они не успели появиться? Ну, наверное, нет. Всё, конец боя. Нормально. Нормально, дойдём до конца. Потом сделаем контрольный сейф на отдельный слот. Так, ну, чё-то написал кто-то на стене. Чё там? Плохо видно. Сан... Сан... Санктуарий, USA. Ничего. Руки, ничего. Ничего. Give me мясо. Я перегружен. Даём мясо деду. Хоть он и получил небольшой урон, но не критично. Найдём урона. Ничего не значит. Так, а эту дверь я, наверное, не открою, да? Хотя, по идее... А как сюда, интересно, попадать? А, там ещё был же этот... Это чё? Калаш? Ржавый. Нет, ржавый себе оставьте. Я не беру. Ржавое оружие, патрон заберу, конечно. Как его выбросить нахрену? Сколько бы он бы не стоил, я его не буду брать. Сюда мы не пройдём. Хотя, здесь есть топор. Тут что-то надо было сделать. Ладно, будем считать, что это лазарет. Потому что больше-то идти некуда. А справа-то это же долбанная красная зона. Ладно, туда ещё точно рано. Может, лазарет открывает вот эту часть? Да? Может, нам туда надо? Ну, в любом случае, шлюз закрыт. Или не закрыт? Давайте вскрывать всё, что можно вскрыть. Там потом посмотрим. Я надеюсь, здесь уже не будет животных плюющихся. Так, тут всё закрыто. Ну, понятно. Будильник оставьте себе. Ценная вещь, наверное, что её закрыли на ключ. Так, это записка. Недописанное письмо. Читаем. Уважаемый Никифоров из управления, слушай. Но ведь мы не единственная такая лаборатория. Это ежу понятно. Я слышал про другие бункеры. 712, 317. Сколько их ещё? Дописка. Теперь это письмо не имеет смысла. Теперь ничто не может больше иметь смысла. Бессмысленная записка, собственно, да. Это что? Фотография в рамке. Оставьте себе. Очки. Плюс одно внимание. У меня уже двое таких. Двое уже у меня таких. Туда надо как-то войти. Наверное, там что-то есть. Так, вы замираете на месте, облизываете внезапно пересохшие губы и два заметные лёски, растянутые перед полкой, которую вы ещё не открывали. Ловкость. Вы распихиваете дверцы и сразу же отпрыгиваете в сторону. Время будто замедляет, имя у вас выгрожающее средство проносятся заточенные карандаши. Пронесло. Посмотрим. Две аптечки. Много, да, добра. Да, если бы не ловкость, я бы, наверное, умирал бы гораздо чаще в этой игре. Ух. Гораздо. Так. 20 рублей. Ничего. Ну, я изоленту беру иногда, но она, наверное, тоже не нужна-то особо. Я-то ничего не мастерю. 8 рулонов туалетной бумаги. Это ж... Это ж обалдеть. Так, тут какая-то надпись. Стой, 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 стой. Бери шинель, пошли домой. Тут бы два. Так, давай. Рубль. Вот это дорогие вещи, кстати, противоядие. Это стоит взять. Блин, а что там было еще? Не знаю, что-то взял. Я забыл, что оно мне не нужно. А тут я смотрел. А тут? Так, где ж третью взять, склянку-то? Зараза. А вот тут что-то лежит. Может, туалетная бумага, наверное? Да. Ну ладно. Просто, я думаю, может, это склянка. Всякое, что возможно. Так, тут растения. Это меня немножко настораживает. Причем мертвый чувак лежит в растениях. Таинственное размышление. Пять лет я работал над способом дистанционной передачи сигналов без использования засекательной спецтехникой энергетических волн. Над солдатами мы эдакой невидимой воздушной гребницы, которая стянет разрозненные умы наших подопытных дуболомов в один общий разум. Это должен был быть незримый генерал, посылающий в умы солдат простые, неотяготенные моралью команды «Режь, стреляй, жги!» Но результат моих стараний или моей глупой ошибки не дает приказов. Он задает вопросы «Кто я, кто ты? Почему мы здесь?» Он дает вас советы «Не сердись, не стреляй, не плачь по ней. Она всегда будет жить в твоем сердце. Он показывает мне зеленая луга и пахнущая соленой свежестью юрмальское взморье». Знаете что, коллеги? Он мне нравится. Это нам вряд ли поможет, но надо быть аккуратным. Может быть ловушка. Давай все. Вот к ним можно и бахнуть, но есть большой шанс стать алкоголиком. После одной бутылки. О, там чемодан. О. Подождите, тут что-то тянется. О, тут еще что-то есть. Давайте сначала простую дверь откроем. Что, не открывать? ТГТО. Открываем. Одно очко опыта. 25 рубликов. Открываем. Не берем аквалатуру. Ничего-то, чтобы нас заинтересовало. И тут много чего интересного. Но мы это все оставим. Мусор. Комон. Порох. Или что бы там ни было. Тут все. Осталось вот это еще. Огромная лаборатория. А я был с красными лампами. Да, был, наверное. Ну да, здесь я был. Это кухня, да, что-то по-моему. Это что у тебя на голове? Тут свет... А, света тут не было. Поэтому я не видел. Что у тебя тут на голове? Я думал, это ведро. О. Свет мы здесь включили. Понятно? А тут его не было. Стало светло. А здесь, получается, выключили. Наверное, это лазарет. Точно, это лазарет. Вот это лазарет. И сюда нужно подать будет электричество, чтобы сюда зайти. Да? Наверное. Ладно, посмотрим. Давай, открывай. У нас еще собаки, блин, в пещере сидят. По-любому еще у нас придется страдать будем с вами. Ну, давай посмотрим все по порядку. Так, это я возьму. Это вещь хорошая. Тут закрыто, но мы взломаем. Самодельная. Патронов нет. Брать не буду. Блин, не, это вот это. Мне мешает просто один человек. Так, вот это берем. Это и оставляем. Ну что, чемодан или не чемодан? Это про этот он говорил, Ганс, да? Дальше моего имени не ходя, как это понять? Так, тут сильно много народу. Кто-то должен выйти. Да, этот хрен его взломаешь. Я думаю, да. Нет, взломал одну очку. Все, вообще без проблем. Общение 10. Это, по-моему, вторая у меня уже такая шляпа. Это что за хер... А, это для формулы нужна. Серебряная шкатулка с примерно 400 граммами серого порошка без запаха. На шкатулке сохранилась made in Афганистан. Вот эта хрень мне нужна была. Кстати, третьи очки уже подряд. Для вот этого рецепта, который... Ну, вы понимаете, да? Только там что, с чем смешивать? Хрен его знает. Ну, это что? Это сейф, по-моему. Да, тут тоже нужен пароль. Ганс. Как бы мы не мучились замком. Эта стварь не поддается. Да? Только пароль нужен? А если я возьму ломик в руки? Гайс, а если я возьму ломик? Так, мне, наверное, этот не нужен, да, уже? Я надеюсь. У меня сразу же... Сразу же становится взлом. 58. У меня еще где-то на с очков встать. Сейчас, сейчас. Сохраняться буду. Сейчас взлом... Не, подожди. Без... Без... Без жертв. А ну, я попробую. А если... А, ну, давай сохранить. Давай. Сейчас, сейчас. Я удивлю. А ну, давай все 19 во взлом. Давай. 71. А ну, давай... Нет, давай 75. Хотя, давай 77. Какая уже разница. Сохранился. Надеюсь, что да. О, тут уже надпись поменялась. Мы не смогли открыть замок. Ну, я так по-моему, шанс появился. Ну да, но открыть все равно нельзя. Ладно, я загружусь. Ничего страшного. Но шанс есть. Шанс появился. А до этого вообще не было. Хотя. Хотя, по идее, нам может и когда-то... Ё-моё, я его вскрыл. 40 очков опыта. Ух ты. И что ж там? Что ж там? Вечная жизнь? Что это? Баллон с гербицидами. Герметически закрытый баллон с опасным химикатом, который точно разберется с любыми лианами, которые... Ха-ха-ха. А, вау. Понимаете, что это? Это я не могу не собирать эту херню гербицид с помощью вот этих баночек, да, получается? Только потому, что у меня взлом позволил это сделать. Вот это да. Так, значит, любой сейв можно скрыть. Просто надо было прокачать навык по максимуму. Так я не буду загружаться тогда. Я не хочу думать. Где мой красный билет? Давай я его поменяю. Ну, я молодец, наверное. Или нет? Или может... Или может что-то пойдет сейчас не так у нас с вами, не знаю. Ладно. Я оставлю это, я сохраню. Но в любом случае. 77 взлома, пусть я пострадал немножко. Можно было, конечно, сделать этот... Автомат улучшить, например, там на 10-19 очков. Я сохранил все. Ну, гербицид достал, 40 очков опыта. Я могу, наверное, взломать вообще любой замок. Какой я только могу. А что закрыто? Я тебя взломаю. А, этот не поддаю. Эту дверь, видите, никак. Ну, это... Блин, ну это ж вот это ж... Ну, госпиталь. Ну, давайте гербицидом попробуем открыть эту лианную дверь с лианами. Если они утверждают, что он может взломать любую дверь, то мы сейчас попробуем. Так, густые лианы перекрывают вам дальнейший уход. Вылить гербицид из баллона. Растение называют... Начинает извиваться, как заправские щупальца. Они быстро чернеют и начинают крошиться. Будто по ним прошлись невидимые языки пламени. Вы отбрасываете опустевший баллон в сторону. Дорога свободна. Ты смотри-ка. Ну и все. Еще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Чего я страдал? Нет, ну взлом. Потому что взлом. Ну, подождите. Надо дать... Надо дать питание на эту комнату. Сейчас пойду дам питание на эту комнату. Я должен посмотреть. Ну, как это? Тем более, там могут быть лекарства. Кстати, игра после моего взлома, видите, начала опять притормаживать малости. Если вы замечаете, конечно. Хотя и в ПС-60 показано. Не знаю. Но я не думаю, что эти 60... О, тут попустило. Смотрите, пошло гладенько. Было где-то, наверное, 20... 18... Я уже знаю эти хитрости. Так, сейчас половина команды, конечно же, не добежит сюда. Я в этом уверен. Половина команды останется где-то там. Я вижу Фиделя. Он стесняется. Он заходит. Я вижу Деда и его верного дружка. Барс. Хотя, он мне верный дружок. Так, давайте попробуем дать на лазарет. Посмотрим, что еще там. Да? Так, давай на лазарет подойдем. Позиция подключена. Другим, что это будет. Я сохранился, если что. Надеюсь, игра не сохранила меня во время нажатия кнопки на лазарет. Наверное, все должно быть, да? Лазарет. Свет дали? Да, и дверь от... А, это не лазарет. Тут опять торможение. Двери открылись. Двери все распахнулись. Пожалуйста. Тут опять мега, мега торможение. Тут попустило опять. Я не знаю, где моя банда. Она вот здесь на месте. Идем все вместе обратно. Опа! Дверь закрыта. Ха-ха-ха. А как же проходить-то тогда? Закрыта дверь. Понятно? Либо то, либо это. А в чем тогда прикол? Нахрен я тогда это сделал? Ё-моё, я сохранился хоть до этого? Сейчас придется переигрывать все нахрен. А вот эта дверь... А че... А че я эту дверь не могу открыть? Вы не знаете? А ну дуйте сюда все. Давайте сейчас попробуем сюда зайти. Ни в коем случае сейчас не сохранятся. Потому что варианта дать питание опять на этот корпус его просто нет. Сейчас если здесь у меня не сработает ничего... Не сохраняйся. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Подожди. Я тут... Я тут что-то не вооружен. Да, эту штуку. Че мы это-то не открыли? Я не помню. А, питания ж не было. Теперь есть. Сейчас мы откроем ее. Да, все нормально. Ну что, я не буду сохраняться. Что бы тут ни было, я не буду сохраняться. Вот хоть убейте. Ни при каких обстоятельствах. Я теперь, наверное, взломать могу вообще все, не глядя. Давайте, глядя. А если еще и ломик возьму в руки, так держите меня тогда 8 человек сразу. Так, тут это коньяк. Да-да, нахрен его все это. Все это фигню. Так, охотничье ружье патронов не имеем. Это, по-моему, дверь от... О, это стоит очень дорого. Эта таблетка стоит невероятно дорого. Башмарк ничего не стоит. Это мы взламываем, и это тоже намер... Нет, просто... Ну, просто открываем. Жавый нож ставьте себе. Жавый пистолет без патронов тоже можете там же и оставить. На полке ничего нет. Тут уже опасно. Тут тоже можно нарваться на какую-то неприятность, но мы не сдаемся. Так, дверь, по идее, должна сама открыться, да, без карточки. Это не открывается. Хотя мы были с этой стороны, ничего страшного нет. Вот здесь уже опасно. Но я не сохраняюсь, заметьте. Скоростные точки какие-то. Тут что-то требуется от нас. Карточки. А, я заметил, если на двери точки... Значит, нужна карточка. Если точек нет, карточка не нужна. Так, галету можно взять. Сожрём по дороге. Тем более, у нас там голод, наверное, уже развился, да? 300. Можно сожрать. Можно чуть позже. Блин. Да, что ж ты делаешь? Успокойся. Так, а как мне попасть в лазарет, если дверь... Ну, я не знаю, сейчас ещё получится или нет. Это обычный топор или нет? Я его, конечно, взял, но ничего не изменилось. Как вы видите. А что это такое? А, это скелет. Ну, не знаю. Ничего такого не было интересного. Такого, чтобы... Ах! В этой части. Ну, я не зайду сюда, хотя есть много разных других способов это сделать. Остался вот этот у меня. Здесь питания нет. А, как? Туда же тоже надо питание подать, наверное. Ладно, разберёмся. Давайте попробуем теперь открыть, как-то попасть. Если эта дверь закрыта, аж правильно я понимаю? Да, эта дверь закрыта, питание выключено. Ну, давай включать обратно тогда. Значит, лазарить не судьба, а попасть. Хотя... Главное, не сохраняйся. Ни при каких обстоятельствах. Делай, что хочешь, но не сохраняйся. Надо привязать палец к потолку, чтобы не нажать кнопку сохранения. Можно было кого-то, может... А, так я же не смогу. Я думал, оставить Фиделя, например, в лазарете. Возле лазарета, там. И когда я там дверь открою, запустить туда Фиделя. Но есть одна проблема. Я же не могу управлять отдельно своими напарниками. Брать управление не могу ими. Так бы тогда можно было Фиделя там оставить и открыть. Тогда, да, тогда вариант хороший. Так, ну не сохраняйся. Палец привязан к потолку у меня сейчас. Ну, давай пробовать. Ну, резервный выход. Произошло. А дальше что? Так я теперь не могу перераспределить... Да, дверь открылась. Не могу перераспределить на... А, стоять. А что-то я видел какую-то интересную вещь. На красный сектор не могу теперь энергию дать. На четвертую зону. Почему-то. Не знаю почему. Теперь только у меня резервный выход и лазарет. Все. Собаку потеряли. Дюльбарс. Мы ждем тебя. Вот и он. Ну что, можно сохраниться. Правильно, дверь открылась. Я все вижу правильно? Правильно, можно сохраниться. Давай. Что это у тебя на голове? Я думал ведро. Колпак поварский. Слышишь, круто. Ух ты. Плюс пять первая помощь. Вот че. Надеваешь колпак и ты становишься доктором. Докторами можно тогда лечить своих друзей намного эффективнее. Чем обычно. Так, ничего хоть тут не закрылось. Сейчас сохранился, блин. Поверьте опять загружаться с... Начало игры. Не знаю. Ничего тут не работает. Это опять красное все горит. Но, по идее, мне это не нужно. Но. Если б я не взломал замок, здесь находится, уверен, сыворотка. Я уверен, что здесь теперь находится сыворотка. Опять здесь выключили и закрыли двери. Ну, нормальные вообще люди. Мы опять с собакой. А, собака здесь. Ладно. Офигеть. Дверь открылась сама. Без карточки даже. Просто заходи. Обалдеть. Я вообще не понимаю, как это. Горит красное. Но теперь двери открываются. О, обезболивающе. Сейчас куда-то этот тип зайдет. Ну, да. Ну, так безопасно. Повезло нам. Так, обезболивающе-то круто. У меня впервые такое. Такая отведка. Такое мелочи, конечно. Вот это что-то тут лежит интересное. А, это гербец... Ой, не гербец, это таблетки такие всякие. А, это, наверное, аптечка. Нет, мой друг. Мы взяли мой друг. Что такое мой друг? Бежим. Мой дружок живет в стене. Думай он обо мне. Шлет красивые мне сны. Маму дом. Приход весны. Говорит мне не стреляй. Я исполню так и знаю. Будем в бункере мы жить. Дружно хоровод водить. Октябрёнок Костик Иванченко. Восемь замечательных лет ему. Ну ладно. Восемь так восемь. Ничего не скажу. Блин. Хороший стих тогда для восьмилетнего. Хороший стишок. Так, да. Так, давайте труб... А, вот ещё. Мини-шприц. Мини-мужик. И вот, по-моему, третья хрень. Нет, это противоядие. Я переполнен. А что он такой тяжёлый? Не думаю. Просто так накипело. Противоядие-то у меня такое уже было. Шляпа, будильник. А, будильник я схватил. Незачем. Давайте это выбросим. Вот это хрень какая-то. Ладно, давай это сбросим. Тут ещё могут быть лекарства. Опять. Обезболивающие. Что он даёт? Плюс 20 очков здоровья. Плюс 5 сопротивления тела. Плюс 5. Плюс 5. Через 6 часов минус 5. Всё, всё. И применение плюс 20. Через 2 часа. Наркоманию может вызвать. Надо быть осторожным. Этого мы жутко боимся. Так, тут ничего. Заходим в кабинет главного врача. Макулатуру оставьте себе. Опять куча таблеток. Обезболивающие опять. Патроны. Компенсируем шприцы. Я уже не могу опять ничего носить. У меня уже пределы. Правда, не знаю, что у меня такого тяжёлого. Шляпы, что ли? Плюс здесь сообщение. Наверное, шляпы. Плюс 3 выживания. Очки весят. 0,20. Давай всё это сдадим деду, пока берёт. Ну, повара... Ой, да где-то можно сдать. Подумаешь. Хрень. Так, тут нет этого ещё одной штуковины, чтобы создать. Но, по идее, она должна уже быть здесь. И это я её пропустил, третью. А вот она. Нет, это не она. Это просто. Ладно, неважно. Мне, наверное, повезло, что я её вскрыл. Ну, не в туалете совершенно. Ого. Так, водку я беру. Портфейн, в принципе, не нужен. Минус 150 радиации. Портфейн радиацию не убирает. Поэтому беру водку. Водку я сброшу. Или Фидель, или деда. Кстати, Фидель у меня сильно ранен. Куда водка делась? Какие-то хрень можно сбросить. Водка где? Фидель, а ты потянешь 2 килограмма? Конечно, нет. А что Фидель такой ранен? Когда-то мы успели с ним. Или я его не лечил в последнее время. Водку деду сбросил, он потянет. Кстати, вот. А, это ж мой резервный точно. 4 гранаты дохрена весят. Ну да, вес есть. Бутылки вот эти на полтора килограмма уже. Винтовка, которую я ношу. Два топора. Как-никак, пол КГ. Где водка? Лифчик этот нашу уже сто лет. Где это? А, все. Все, где-то уже под завязку. Если что-то будет ценное, мы это не унесем. Ну что, я тут не нашел ничего в лазарете. Как это не звучало печально. Скорее всего, где-то что-то лежит в другом месте. И я его не обнаружил. Это что-то где-то здесь, наверное. А, ну давайте сюда. Вот здесь какие-то шприцы. Какая-то хрень. А это не откроет, да? Нет. Нет. А взломать? Ну, шанс есть. Небольшой, но есть. Меня вообще ничего не остановит. Вообще. Я захожу. Теперь взлом решает все вопросы. Так. Опа. Отравление. Что-то мне дурное. Опа. Я сохранился до? Или как обычно, сохранился во время? 473 отравления. Заходим сюда. Не знаю. Отравление. Я умираю. Ну, у меня можно таблеткой закинуться, конечно. Я не умру. 8. Я труп. Что это? Что это? Не знаю. Стоит сюда заходить. Но у меня есть этот... У меня есть этот, как его? Противогаз еще. Да, я каким-то образом сохранился до всего, что здесь происходит. В эту дверь я, кстати, так и не войду. Хотя здесь... Хотя здесь, по идее, ничего и нет. Да, здесь отравляющие есть пар. Что вот это лежит? Вот эти шприцы, наверное, большие, которые я брал. Я должен посмотреть, что это. Я сначала посмотрю, что это. А потом решу, нужно мне это. Что это? Мельдоний. Мельдоний, мельдоний. Что-то знакомое. А, вот оно. Что оно стоит? Да хрена. Да хрена стоит. Стоит это взять. Четыре от этой штуки стоят очень много. А, я мужика еще не проверил. Ну, давайте наденем противогаз. Если я его никуда не делал. Пока что не нахожу. Это что? Милицейская фуражка. Здесь есть общение. Так, голова бандита. На-на-на-на-на-на-на. Так, вот-вот он. 50 сопротивления токсичности. Минус один, внимание. Но это не важно. Раз. И забрасываемся таблетоидом. Это того стоит? Таблетоид у меня есть. Я его даже брал в этой серии. По-моему, у вас зареет. У меня девять штуки. Все. Раз, защита. А, стопроцентная. С противогазом и одной таблетки хватит. А раньше мне надо было две пить. Хорошо, я зашел. У меня, по идее, похрен. Да нет, отравление это, блин, от радиации. А тебе надо от отравления, мать твою. Собственно, тут ничего нет такого. Тут надо водкой забрасываться, короче. Ну да. Да, это я чуть-чуть перепутал. Это я токсичности взял. И противогаз здесь не поможет. Хотя. Хотя. Да, это токсичности. Мне нужно, мне нужно вот эту хрень выпить. Баночка здесь была открытая. Где она? Минус 500 токсичности. Либо вот это. А, это радиация. Вот эти надо баночки забрасывать. Как-то пить, что ли? Или как? А, защита от радиа... Ну ладно. Ну мне надо собрать это все. И потом, наверное, сюда зайти. Да? Так. Слышите, я нашел три. Все-таки третий, это тот порошок, который был. Понятно? А я думал, мне нужна склянка будет. Все-таки я нашел три. Ага. Ну тогда вопросов нет. Давайте выливать. А я думал, я не нашел одну. Порошок был. Диацетиморфин. Вот это было. Она не жидкость, а порошок. Ладно, выливаем все на свете. Все равно я сохранился здесь. Посмотрим, правильно я это делаю или нет. Так, похоже, все заполнены. Нажать случайную кнопку. Экран на миг погасает, а когда включается снова, вы видите, на нем полностью новое сообщение. Молекулярный анализ компонентов завершен. Комбинация предполагает создание экспериментального гербициды Яна Шавольца на Джейбулт. Приступить. Первый компонент определен как диацетиморфин. Уточнить пропорцию. А, понятно? Там написаны были пропорции. Пропорции были написаны. Перезапустите, выключите устройство. Была. Это фигня. Я не знаю, зачем это делаю. Это уже не нужно делать, но я все равно. Это делаю. Недописанное письмо, листок из блокнота. По-моему, вот это. Да. Да. Одна часть Салвиас Клореа. На четверть меньше вытяжки турбина. Это 0,75, да? Один Салвиа. Две части диацемиолфморфина. Две. Два диацемиолфморфина. И один Салвиа. И 0,75 турбина. Правильно я понимаю? И двухфазное приготовление. Сгущение через инстрифугу. Рассотворение спиртовой основы. Спиртовой. Давай еще раз. Так. Диацем 2 миллиграмма. Правильно? Правильно. Давай. Второй компонент Салвиа. 1 миллиграмм. Третий компонент Турбина. 0,75. Есть. Пропорции установлены. Выберите метод приготовления. Нажмите кнопку. Спирт. На спиртовой... Нет. Сначала центрифуга, по-моему. О! Сгущение и растворение спирта. Вот это. Скрипя и подрагивая, сложное устройство принимается за работу. По экрану вывода начинают бегать ничего не в вас. Незначащие цифры, проценты, слова и формулы. Наконец, из небольшого паза в основание устройства выезжают герметически закрытые баллоны. На экране появляются слова. Операция успешно завершена. Баллон с гербицидом. Покинуть интерфейс. Ну как вам? В принципе, он нам уже не нужен. Мы такое уже с вами находили. Да. Можно было... Можно было и так, и так. Ну, кто не очень любит возиться. Но мы любим делать всё. Мы любим делать всё, если, конечно, игра нам это позволяет. Но в любом случае, нам с вами нужно собрать эти вот эти штуки. Я не знаю, как мы это сделаем быстро. Но их надо собрать. Подождите, а что есть от яда? Что-то же должно быть от яда? Подождите, сохранить. Всё-таки круто. Всё-таки ещё и химики с вами. Что-то от яда должно быть. Ну, понятно, что тут эта бутылка. А противоядие. Ну, водку ещё можно глушить, конечно же. Минус 500 можно сразу бахнуть. Только надо успеть нажать. Ладно, я побежал. Я сохранил сюда. Я побёг. Давай, бегём сюда. Давай. Есть. Выпивай. Сколько там? 321. Ещё не очень нормально. Сюда давай. Давай, мочи. 674. Сейчас, мочи вот эту бутылку. Мочи. Мочи дважды. Отправление действует даже, когда я стою в инвентаре, получается, да? Походу, да. Всё, просто выбегаем нахрен себе. Там ещё остались разбросанные шприцы, но... Оставим это для будущих поколений. Мы взяли охрененные штуки. Вот эти. Они стоят там или по 3000 рублей, или... До хрена они стоят в больницах. И БСДВ 12 ещё схватили. Вот эту фигню. Плюс 12... Плюс 2 выносливость и минус 2 выносливость. Ну, понятно. Отравление у меня красное. Я умираю. Я сейчас умру, кстати. Если не вылечусь срочно. А я не вылечусь, потому что у меня не крутит почему-то колёсико мышки. А вот она. О, я уже выздоравливаю. А, сработало лекарство. Лекарство сработало. И уменьшил, видите? Всё, отравление ушло. Правда, пришлось выпить 4 бутылки вот этого, поменять на 4 тех. Но это стоит 300 или 400 рублей. А то стоило тысячи. Реально оно стоило тысячи. Наркоманом от этого не станешь. Это всё нормально. Я готов. Могу съесть пару галет, чтобы стабилизировать своё состояние и убрать голод. Нормально. Нормально. Мы, по крайней мере, смогли всё. Там ещё шприцы какие-то варятся. Можем сейчас сохраниться, посмотреть, что за шприцы. Не упустили ли мы чего-то важного. Это токсическая защита. Мне надо выздороветь. Ну, это можно с помощью еды, конечно, выздороветь. Но попробуй сейчас шприцами. Всё, мне вот этот не нужен, да, я так понимаю? Наверное, не нужен. Ну, давай. Блин, его можно не ложить сюда, кстати. Не засовывать в инвентарь. Это же не нужно делать. Главное сохраниться. И не умереть при этом. Это самое главное. Можно, значит, эта игра может и убить тебя. Ты можешь сохраниться, а потом быстро умереть от отравления. Давай. Не наркоман? Нет, давай ещё раз. Не наркоман? Нет. Это как повезёт, короче. 50 на 50. Всё, я не наркоман. Не наркоман, отлично. Сейчас я хочу посмотреть, что у меня за шприцы ещё валяются. Но это того, наверное, не стоит. Это обычный, по-моему, да? Информации никакой? Никакой. Чувак зашёл и умер. Мне бы вот эту химзащиту его снять. Так, не с ними же. Ну, я думаю, обмен 4 бутылки на 5 модных штук, это круто. Мы потеряли 1200 рублей, но приобрели где-то 1012, если это продать. Всё, я здоров. 62, там цена моя будет. Я сохранился, сейчас попробую посмотреть, что это за шприцы ещё. Так, не трогайте меня. Чтобы я ничего не пропустил. Что это? Суперстимулятор, ни хрена себе. Что, большой, да? Да, это большой. Я не успею его собрать. Нужно ли нам это? Или нет? Нет. Выбегай, если сможешь, конечно. Шух, выбежал. Фух. Ну что, суперстимулятор, эта вещь тоже дорогая. Стоит ли она 2-3 вот этих бутылок красненьких? Ну что, я буду умирать, нет? 816, можно водкой попробовать залиться, но опьянение будет. Сейчас эффект будет. Сейчас через минуту эффект будет. Бутылка даёт эффект, если я не умру, конечно, к тому времени. Бутылка даёт эффект, минус 250 через 2 минуты. А, через 1 минуту 250. И ещё 250. Но я-то выпил их много, неинтересно. Это все так будет действовать, или только одна? По идее, должен исцелиться полностью. Ну что, суперстимулятор, у меня было до этого его немного. Да, видите, действует потихоньку. Но что, цифра не меняется. Не могу понять, почему. А, потому что в инвентаре, наверное, сижу. Да, вот видите, уменьшилось. Ненамного, конечно, но уменьшилось. Сейчас бутылочкой водки разбавим. Нормально будет. Или... А, мы ещё подождём. Мы ещё подождём. Сейчас должно долбануть. В ноль, наверное, уйти. Правильно, это же 2 минуты. Минута прошла. Сейчас 2 ещё пройдёт минуты. Подождём. Где эти стимуляторы? Это классная вещь. У меня маленькие, я маленькими лечусь. Вот они. У меня всего 23 штуки за игру. Я сейчас взял 6. 40-55 здоровья. В бою незаменимое. Это не 20-31. В бою классная вещица. Практически 100% здоровья тебя восстанавливает. У меня всего 68. А оно может восстановить ещё лучше. Ну, чё там? Сейчас 2 минуты ещё подождём. Надо было сюда зайти. Может, какой-то есть ещё препарат. Но я не помню. Сейчас вчитываться. Какой-то, чтобы не отравиться от защиты. Мы потеряли, конечно, бутылок много красных. Всё, я уже здоров. Смотрите. Мы потеряли 6 бутылок. Но я ими практически не пользуюсь. Фактически отравление на меня не часто действует. Если что, есть водка. Всё, ноль, смотрите, ушло. Всё-таки эффект суммируется от всех бутылок. И мы с вами исцелились. Окей. Ну, всё. Всё, заходим в пещеру. Сейчас будет опять немножко нервов, наверное. Но самое главное мы сделали. Мы набрали очень дорогих медокументов. И я даже сохраняюсь. Без какого-либо зазрения совести мы выходим в пещеру. Хотя я вот это вот не смотрел, да, по-моему? Смотрел. Нет, наверное, смотрел. Пшли. Эй, правда мы ещё в красном... О, труп. В красном крыле ещё не были. Это супер-бункер. Хоть бы записку оставил, чё помер. Чё нас тут ждать? Ждёт, вернее. Дайте, наверное, сделаю... Ну, понимаете. Сейчас придётся, конечно, почитать. Что где? 21. 33. Чё сортировки нет? По дате. Нет, только не удалить. 33. Девятнадцать. Девятнадцать, по-моему, это самое последнее сохранение, да? 33 дня у него в игре, 28. Короче, только месяц в игре. Да, вот это давайте сделаем здесь контрольный сейв. Всё, игра сохранена. Мы теперь смело заходим в пещеру. Я вижу пса. Нет, это не пёс. Ну, пёс дальше чуть. Тут, надеюсь, нет стен невидимых? Так, можно мочить, нет? Вот здесь кто-то вылезет. Можно мочить? Можно, давай. Есть. Получил, блюдак. Прячешься, да? Всё. Остался вон вдали. Давай сюда. Нет, этот нас не видит. Ну, тут теперь можно и быстрый сейв делать. Я контрольный сделал, сейв. Сейчас я это выведу, если стены не помешают. Есть. Отлично. По идее, можно было на взломе не тратить 19 очков, как мы это сделали. Ну, ладно уже. Я думаю, взлом не помешает в любом случае. Во всяком случае, мы благодаря взлому сейчас набрали классных лекарств. Потому что ту дверь, я так понимаю, никак, кроме как взломом не откроешь, да? Слушайте, а нужна нам... А, у нас Фидель ранен, кстати. А собака? Собака, здорово. Фидель сильно ранен. Да, его надо вот этим вот этим... Может, набрали? Фигни всякой. Давай его подлечу. Всё-таки мужик страдает. Хоть я его иногда и ненавижу, но когда у нас всё идёт нормально, это нормальный парень. Бывает, бывает. Срываюсь. Всё, вот эта карточка нам не нужна, я так понимаю, больше. Иди сюда. Ох, там пёс. Всё, ты здоров. Возвращаем винтовку, мало ли что нас тут ждёт. Давай, в руки. Кстати, у меня здесь патрон аж теперь. Я, кстати, очереди могу с неё пальнуть, но это дороговато, конечно, нам обойдётся. Всё. Ну всё. Два убили, здесь вот будет ещё какая-то встреча у нас. А это, я так понимаю, закольцовка? А зачем это нам тогда? Вот эта часть нам зачем? Там ещё одна собака бегает. Там труп лежит, пошли посмотрим. Так, я первый. Я его буду снимать издали. Если что, дедушка, поддержишь огнём. Раз. Приснуть. Иди дуль, давай, добивай. Оп-па. Сюрприз. Откуда ты здесь взялась? Дедуля, ты жив? Ранен. Слышите, цветок появился. Внезавно. Сзади. Если бы я видел, что он здесь. Ну ладно, будем ещё. У меня штуковин этих теперь полно. Я его этим аптечкой. Так сюда мне не надо было. Зараза. Ладно, иди сюда, дед. Буду тебя лечить. Раз у наркомании не подвержены. Оба. Стимулятор. Ну почти здоров, там мелочи уже. Хотя иногда эти мелочи нам жизнь спасают. Так, разобрались. Мясо я, наверное, не унесу сейчас. Да, мясо больше брать не буду. Деда тоже уже места нет. Собаку, если что, вылечим. Но тут, я думаю, мы бы ими издали мочить. И встречаться с ними не будем. Хотя, видите, цветок вылез. Не видно. Опять начинаются невидимые стены. Видимость нулевая. Это опасно. Эта тварь может подбежать. Опа. Так, у деда свой план. Все, цветок исчез. Но тут цветок точно есть. Он точно здесь есть. Но где он появится? Неважно. Я думаю, мы с вами разберемся. Главное, что здесь нет дверей. Двери для моей компании это все. Это конец. Вот она, псина. Отлично, при смерти. Ух, этого я не ждал. Упс. Как ты его не убил? Отлично. РС. При смерти. Он меня ударит. Ух ты, он мне сломал ногу. Что, еще кто-то есть? Еще кто-то есть. Я без чувств. Ребята. О, цветок появился. Вот вам и конец. Вот и конец всей нашей операции. Я встал. Нет, еще не сдаемся. Мне надо выйти сюда, чтобы застрелить цветок. Это, по-моему, главное. Сука, как? Почему мне не хватает очков действия? Я же прошел пять. Ладно. Мне конец. Крит. Дедуля. Дедуля руками уже дерется. Все, все, все. Это точно конец. Это конец. Дедуля, патроны кончил. Ладно, загружаем. Смысл. Смысл здесь долбиться. Так, у деда нет патронов. Смотрим, что у тебя с патронами. Понятно, откуда появляется? А сколько у тебя реально патронов? У тебя такие пушки, дед? У него семь. А что ты, семь раз выстрелил? За этот промежуток ты семь раз выстрелил? Ладно, я тебе дам побольше. Пять сорок пять. У меня пятьдесят восемь. На, тебе восемнадцать сразу дам. Не жаловался. Хочешь, перезаряжай. Хочешь, нет? Решил перезарядить. Ну, окей. Все, я тебе дал. Отсюда, как откуда-то тварь пришла. Нам надо зайти отсюда, чтобы цветок прибить. Цветок это главная проблема. Откуда оно пришло? А вон оно ходит, блин. Давай сюда. Вот так, цветок. Как тебя застрелить-то, зараза? Внимание. Все, сразу смерть. Вот это цветок. Вот это цветок. Я-то с ним разобрался, но у меня там человек мертвый лежит. Так, он переключился на собаку. Для собаки у нас есть мясо. Все, собака испугалась. Могут быть сейчас... Чего он меня стал бояться? Не могу понять. Что тут за проблемы-то такие? Не убили мы его. Убили сзади. Сейчас собака пострадает у нас немного. Да. Я его не вижу. Дед пока что лежит. Кайфует. Какой ранен. Собака правильно делает, уносит ноги. Бьют деда. Собака, уноси ноги. Так, я иду. Тут Фидель сейчас меня будет мочить, конечно. Собака, уноси ноги подальше. Так, я иду. Я не могу попасть. Все, собака в тупике. Сейчас я буду сжать. Не попал. И я не могу. Что самое интересное. На собаке конец. Все, видимости нет, к сожалению. Легко ранен. 24. 27 клубень получил. Но все равно еще легко ранен. Собака один раз увернулась. И не умерла. Держим удар. Раз. Нет, не получилось. Бить. Дедуля проснулся. Дедуля проснулся и все разложил по полочкам. Фидель, ты жив? Да, по-моему, все живы. Несмотря на то, что здесь очень темно, мы их победили. Так, я труп проверял? Ну, проверял. Так, собаку сразу кормим. У меня, конечно, мяса немного. Да нет, мяса у меня до хрена. И там еще труп лежит, поэтому мы его исцелим. Аптечку не дам. Что ли тут еще труп есть? Три, даже три трупа. Вот один. Второй. А, тут скелет. Так, есть еще три куска мя... Нет, три трупа, правильно. Хорошо мы с ними, да? Я уже думал, все. Как обычно. Конец. Подождите. А, собака здесь. Блин, что же так темно-то? Мясо. 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 Сожрай все сразу, потому что мне его таскать невозможно. Все, здоров. 95. Что там с дедом? Ух, деда. Блин, деда, конечно. Истерзали. Вот оно. Вот оно, добро наше. Где оно здесь? Хер знает, где оно. Где это аптечки? Вот они. И нам все равно не нужны-то, по идее. Дедуля. Можно надеть колпак. И вылечить. Есть, благодарю. Как там оно? Еще один надо. Давайте еще один. Ты ж наркоманом не станешь. Ты же все-таки человек старой закалки. Это не мы, слабые организмы. Все. Дед здоров. Ну и хорошо. Здоров и хорошо. Берем вот это. И переключаем на вот это. У меня, кстати, тоже хорошо патроны идут, как вы видите, да? На калаш. А я еще деда отдал. 18 штук. Опять. Еще одна скотина. Куда ж она ведет? Это тупик. Ладно, эту скотину давайте обьем. Все-таки опыта дают многовато за них. Иди сюда. Рен. Иди. Кто и хочет в него стрельнуть. Лично дедуля. Три куска халявного мяса. Для джульбарса. И тупик. Здесь ничего. И здесь ничего. А куда это мы идем вообще, интересно? А, мы выходим в то самое крыло, доступ к которому у нас закрыт. Ух ты! Раз, два, три, четыре. А самое интересное-то впереди. Кайф-то самый впереди. Но тут у меня винтовка, наверное, пойдет в ход. Я думаю, издали сейчас буду пулять именно из нее. Надо вызвать их на бой. Сколько там у меня? А ну. Хотя бы по одному вытащить. Сейчас, сейчас, сейчас. Если там еще цветок вылезет, а он вылезет, то нам конец. Блин, он у нас зашел. Посмотрите, четыре. И цветок. Я уверен, что будет цветок. Поэтому надо бить издали. А, че, нет? Вот этот был вариант отличный. Нет, здесь мешает метровая стенка, поэтому можно и коллаж. Сейчас появится здесь цветок по-любому. Смотря как меня еще банда себя поведет. Давай. Я сохранился? Да. Ай. Появился. И ушел. Внимание. Собака опять делает непонятные действия. Собака бьет цветок. Прикиньте. Собака грызет цветок, который погиб. Вау. Я чувствую себя охренительным полководцем с такой этой. Собака, зачем ты его кусаешь? Ну и что она делает? Так, эти сейчас будут бить собаку. Мимо. Красавица увернулась несколько раз. Фидель стоит впереди меня. Это меня радует. Я не умру сегодня. Раз. А, собака вообще не может сними дра. А, нет, не может. Все она может. Не умри. Не умри. При смерти. Отлично. Фидель, давай. Красавец. Только не Фиделя. Нет, мы справились. Даже без винтовки нашей. Крутой. Собака, конечно, получила много в лицо. Тут они хранят ни хрена. Просто надо... Можно было, кстати, мимо пройти и с ними не воевать. Но 314 опыта. Это же круто. Все, все здоровы. Никто не помер. А ну, я вас не вижу особо. Но думаю, вы все здесь. Да, вы все здесь. Собаку сейчас мы накормим. 12 кусков мяса здесь у нас лежит. Сразу же 6 забираем. 3. Еще 3. Еще и тело какое-то, блядь. Как бы записочки скелетом разбросали. Ну, неинтересно. Так, давай есть. Давай есть. Потому что я не могу это все тащить на себе. Ты сможешь. Собака у меня жрет, как динозавр. Так, ладно, все. Все, парни, выходим в ту часть бункера, которая закрыта. Тут много трупов. Кстати, кровь свежая. Много вопросов. Че кровь-то свежая? Только что это все? Скрывали. Так, вот это меня настораживает. А тут, собственно, и... Идти-то некуда. Вот это та дверь. И вот здесь, наверное, что-то будет. Потому что идти некуда. Это та самая часть, куда идти некуда. Ну, вы поняли. Подожди, патроны. Ну, тут просто тела. Ничего особенного. Я сохранился? Наверное, будет динозавр какой-то или что? Хотя тут должны были люди пройти. Но, судя по дверям, они прошли, раз они взломаны. Видите, они... Их интеллекта не хватило? Интеллектуально его вскрыть. Замок. Так, а что тут? Кто тут вообще? Куда они ушли, интересно, если все закрыто? Тело какое-то валяется с трухлявым мухомором. Ладно, возьму. Какой-то пульт. А вот тут... То что-то есть. Еще одно тело лежит. Давайте по телам сначала. К пульту пока не подходим. Заточку оставим. Потому, кому она нужна больше. Слушай, что уже ничего особого. Ну да, они же нам же сказали в начале. Помните, в прошлой серии, когда мы сюда заходили, что братва скрыла именно вот этот блок. Они сюда сразу пошли. Они скрыли этот блок и прошли через него. И дверь заблокировали. Я уже и провода не беру. Вот через эту дверь они вошли. Здесь компьютер. Мы спим. Они живут. Вот такая фраза. Так, я эту дверь не смогу открыть. Шлюз закрыт. Никаким образом. Только в обход. Тут нужна красная карточка. Не работает. А, я не то хватаю. Надеюсь, без подвоха здесь. Я, наверное, возьму назад ружье свое. Потому, что всякое может быть. Ну, давай попробуем. На потуснешнем мониторе застыл текст. Добро пожаловать в систему Савенок. Товарищ Липкин. Напоминаю, что веренный вам шлюз закрыт. Кроме того, у вас есть 212 непрочитанных сообщений. Под этим текстом застыла надпись. Очевидно, что вы можете вбить туда нужную вам команду. Какую? Добро пожаловать в систему Савенок. Напоминаю, что веренный вам шлюз закрыт. Если. Если. Шлюз. Закрыт. Тогда. Открыт. Вы уверены? Да. Шлюз Савенок хвалит вас за хорошо проделанную работу. Я что, открыл? 75 тысячков. Не, ну красавец. И что я открыл? Я сзади открыл шлюз. Прикиньте. А? А? Ну программист. Ну хакер. Ну это нам просто шлюз открыл. Хорошо. А вот. А эту дверь мы может и сами откроем. Это мы задний шлюз открыли. Ну крутый. Блин. Я вас зауважал. Себя просто. Быстренько программку сделал. И все сделал. Давай еще раз сохранить. Сейчас натворю чего-нибудь. Сейчас она сохраняется, чувствую. Если. Бункер. Если сообщение. Закрыто. Нет. Стереть. Если сообщение закрыто. Тогда закрыть. Нет. Открыть. Закрыто. Тогда открыть. Попробуйте снова. А как сообщение прочитать? Открыть. Сообщение. О. Ну и тут сработало. Сообщение один. Открыть. Продолжаем работать в обычном режиме. Никакой паники. Никипоров. Открыть другое сообщение. Сиди за Скворцовым. Он зачинщик многих наших проблем. Это личный приказ генерала Петушкова. Прапорщик Свеклощенко. Ну это мне наверное не очень важно. Да? Назад. Ну может и важно. Не знаю. Сохрис еще. Еще одну штуку вскрыл. Кстати дедуля шапку новую надел. Смотрите. Он теперь общение себе добавил. Место выживания. Красавец. Ну давай тогда открыть бункер. Наверное команда просит вас не отчаиваться назад. Если бункер закрыт. Тогда открыть. Ошибка. Данный терминал не отвечает за нечий ход бункер. Савенок просит вас не отчаяться. Попробуйте снова. Ладно Савенок. Ты нам пока не нужен. Там есть свой терминал. Я вижу и он большой довольно. Ну по крайней мере мы отсюда вышли. И открыли выход если что. Можем выбежать. Ну давайте этот. Хотя подожди. Здесь же есть какая-то дверь. Может попробуем ее открыть. Давай. Давай. На. Раз. Два. Три. Четыре. Пять вооруженных людей. Вы открываете дверь небольшой коридор и тут же нос к носу сталкиваетесь с группой вооруженных людей. Те ошарашенно смотрят на вас и неуверенно переглядываются. Наконец голос подает поджар и смуглый мужчина, который кажется вам странно знакомым. Стоп, стоп, стоп. Шет. А ты что здесь забыл? Вы начинаете усиленно коп... Леопольд? Ах ты подлый трус. Копаться в своих воспоминаниях. И да, вы запомнили этого человека на базе Атома. Правда тогда он был одет совсем по-другому. Но самое главное он один из членов пропавшей экспедиции генерала Морозова. Вы видели его фото в папках с лишними делами пропавших оперативников. Мужчину зовут Леопольд. О, Фидели, ты тут? Да что такое происходит? Это нам и предстоит узнать. А что это за дедушка с тобой? Это дедушка Фиделя. Дедушка, попрошу, юноша, перед вами не какой-то там дедушка, старичок-боровичок. Перед вами пожилой интеллектуал и человек трудной судьбы, писатель трудов. Более известный нынче под пропавшим порохом и дымом кастрапсивдонимом Гексоген. Меня послала Грибница, а вы что тут, собственно, делаете? А, серьезно? Вы тоже в организации? Рад слышать. Я уж испугался, что ты сейчас пальбу откроешь. Как бы так это сказать, мы здесь тоже по заданию научного общества Грибница. Нас послали сюда для того, чтобы отыскать одну очень важную вещь. Часу от часу не легче. Что же здесь происходит? Я бы тоже хотел понять. И что это... Эм... Эм... Что... Что это за вещь? Харизма сработала. Эх, ладно, слушай. Грибница отправила нас сюда на поиски некой фунгальной биомассы по плану бункера, который нам выдали. Она должна быть в комнате впереди. Но... А зачем она нужна и за что? За что за но? Я не знаю зачем, честно, но сдается мне, что в бункере 317 мы искали ее... Ее же. По крайней мере, ребята вынесли оттуда какой-то контейнер, который потом мы доставили в дом Грибницы в Краснознаменном. А насчет но? Не буду сейчас вдаваться в подробности. Что стало с экспедицией? Опять харизма. Ну, у меня... Откуда она у меня взялась, не знаю, никогда не было. Эх, хочешь правду, я не знаю. Меня поставили дежурить возле взорванной двери, чтобы никакой мутант не мог проникнуть в лабораторию, пока мы ведем там поиски. Все было тихо и спокойно, пока я не заметил в тенях силуэт. Вроде человеческий, но над головой усики, как у муравья. Хотел уже доставить рацию, предупредить о том, что у нас могут быть проблемы, как вдруг из глубин бункера оттуда, куда ушли наши, послышался треск автоматной очереди. У меня был простой приказ, стой на месте и следи, вот я и остался. А через некоторое время, смотрю, возвращаются наши. Все мрачные части парней с ними нет, причем возвращались только те, кто уже состоял в грибнице. Мне сказали, что произошло недопонимание в отряде, жаль, очень жаль, а потом мы отправились обратно в грибницу, краснознаменной с нашим ценным грузом. А что это был за груз? Ну, полагаю, что в бункере 317 изучали то же, что и здесь, какую-то формулу жизни на грибной основе. Может не только это, но нас сюда именно ее послали найти. А вот зачем он нужен грибнице, я не знаю, в ней тоже много ступеней секретности и я не допущен так далеко. Так ты что, тоже перебежчик, что ли? Я? Нет, ты что, меня для... ты и себя тоже так обижаешь. Ты же сам-нибудь знаешь, что в атоме многие чины и оперативники уже в грибнице состоят, тайно. Атом, конечно, важное дело делает, но с каждым годом все слабее и слабее. Хиреет организация из-за того, что боится напрямой контакт с жителями пустоши выйти. А грибница пусть и тоже имеет массу секретов, но хоть в открытку действует. Да, и идеи у них более комсомполитичные, понятно. В коридоре повисает напряженное молчание. Грибники мрачно переглядываются. Вы стреляете глазами по сторонам, морально готовы к любой каверзи. Первый снова нарушает молчание бывший член экспедиции генерала Мороза. Он заговорит робким, почти извиняющийся томным. Слушай, тут страшно неловкий момент выходит. Мы послали человека в ту комнату впереди, а он все еще не вернулся. Мы сами не до конца понимаем, что там, но вдруг радиация. Или газы какие-то ядовиты, или охранные турели. Мне стыдно попросить, но ты можешь попроверить? Ну ты, конечно, молодец, тоже мне командир. Да я знаю, но у нас ведь задание важное. Чем меньше народов помрет, тем лучше. Значит, своими людьми ты рисковать не хочешь? А мной, пожалуйста. Ладно, пойду разбираться. И можно на них напасть. Ладно, давай разбираться. Хорошо. А вы за этой дверью? А что это за пульт? Что-то игра стала опять подвисать. Нет, ну с ними воевать опасно, посмотрите. Пять вооруженных людей. Причем таким оружием, что и нас вынесут. И все в брониках. Не в стальной броне, а именно броники. И одного из них что-то на лице. Прибор ночного видения. Ни хера себе, ребята. Ладно, я сохранился. Пошли посмотрим, что это за пульт еще. Вы за интересом осматриваете все еще рабочий компьютер. Но, к сожалению, ваш уровень технической подготовки не так высок, чтобы вы смогли разобраться в установленной на нем операционной системе, которая значительно отличается от более дружелюбной системы совенок. Ну, судьба. Надо прокачивать еще и технологии, но извините. Либо взлом, либо технологии. Третьего не дано. Ну что, попробуем открыть, и что тут? Йоханы, бабы. А вы что, не могли дверь открыть и посмотреть, что с мужиком стало? Мужчина перед вами даже не вздрагивает. Когда за его спиной шипит дверь, он молча смотрит на большую колбу. С чем-то вы делаете осторожный шаг вперед. Ай, мужик, с тобой все в порядке? Мужчина молниеносно разворачивается и делает несколько шагов вам на встречу. Вы невольно отшатываетесь, глаза грибника горят странным зеленым светом. Он заговаривает, и вы не можете избавиться от ощущения, что каждое его слово отдается в вашей голове эхом, как будто вы одновременно продумываете их сами. Со мной все хорошо, кто ты? Меня зовут Шет, давай приходи в себя. Интонации и особенности голоса незнакомца странным образом ускользают от вас. Любая попытка сконцентрироваться оказывается провалом. Да, тебя действительно так зовут, я знаю, зачем ты пришел сюда, Шет. Пожалуйста, позволите людям увезти меня отсюда. Эм... 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 Кого? Ты же с ними сам прибыл. Я? О нет, я лишь говорю через этого человека. Это проще, чем связываться напрямую. Тебе интересно, почему он так долго не выходил? Мы общались с ним, он рассказывал мне о мире снаружи, и я делился с ними своими наблюдениями. А со мной не поделишься? У меня не так много интересующей тебе информации. Я живу, я мысль, я осознаю себя. Родился и вырос здесь, в этом бункере. Видел его падение, пытался его остановить. Но был слишком слаб, а страх, отчаяние, злость. В людях я не мог их долго сдерживать. Как ни пытался. Всего за несколько дней они вышли из-под моего контроля один за другим. Какое-то непонятное безумие овладело населением бункера. Насилие, столько бессмысленного насилия, сколько бессмысленных смертей, я ушел в спячку. Но недавно что-то меня разбудило, далекий зов, мне нужно попасть в краснознаменной. А мне нужно больше информации, зачем тебе туда нужно? Понимаешь, что красивая ложь могла бы подтолкнуть тебя к нужному мне решению, но я не лгу, поэтому отвечу честно, не знаю. Единственное, что я знаю точно, мне необходимо попасть в краснознаменной. От этого что-то зависит, что-то очень важное. Прошу, дай этим людям забрать меня отсюда. Ладно, пусть забирает тебя, даже не знаю, что сказать. Нет, я не знаю, что ты мне при... Блин, ну давайте его выпустим, пусть идет. Ладно, пусть забирают. Спасибо, еще не знаю почему, но это было правильно. Очень правильно, пожалуйста, возьми вот это. Неловким движением руки зеленоглазый грибник, или что он там управляет, засовывает руку в карман и достает оттуда мятый листок бумаги. Почему-то мне кажется, что это правильно. Отдать тебе это, может быть, я ошибаюсь, не знаю. В любом случае, до свидания. Как по команде в комнату входят грудившиеся в коридоре грибники и начинают без слов деловито грузить в стальной контейнер, покоящийся в большой колбе существо. Вы наблюдаете за их действиями, как во сне. Все так же молча люди завершают погрузку и бодрой труссой покидают небольшую залу. За ними следует и мужчина, который говорил с вами. Зеленый огонь полностью покинул его глаза, теперь он выглядит умиротворенно, будто находится под действием какого-то мощного седативного средства. Небольшая зала совершенно пуста, никто не остался. И выйти совершенно одни. Я видел коммунизм. Зачем? Зачем мне нужно было просыпаться? Эх. Диос мио, что это все значит? Что здесь вообще произошло? Я буду находиться в каком-то полудреме. И только этот голос, голос, похожий на шелест листвы, звучал в моей голове. Я без понятия, с чем мы столкнулись. Может, это какой-то мутант? Может быть, но черт побери. А эти атомцы, которые вполне серьезно работают на грибницу, интересно, сколько таких еще мда. Потерял я контроль над ситуацией, сидя в баре, как сыч. Даже не знаю, получится ли у нас все это разгрести, тут явно замешаны силы, которых мы даже не представляли. Ну-ка, не вешай нос, Гардемарин, что это за подло предательские раскисания? Может быть, вы и не посвящаете меня во все детали своего задания? Я не претендую на это, но любой бы уже на нашем месте загнулся. А мы, смотри, как чемпионы советского спорта, как воины-интернационалисты, идем вперед и вперед. Блин, Гекс, да я не жалуюсь, просто поражаю слух. О, разговорчики в строю. Все-все, не кипятись, нормально, прорвемся не в первый раз же. Да, конечно, прорвемся, это даже не обсуждается, Амиго. Ну вот и правильно, пошли. 642 очка опыта. Сохранится, наверное, что ли. Можно было, конечно, их всех перебить. Это, конечно, было бы, наверное, нелегко. Но и не невозможно. Но тогда бы мы загубили своих, получается, собратьев по оружию, которые пытаются найти решение какой-то серьезной проблемы. Не какой-то, а вообще проблемы. И грибница, получается, больше продвинулась в этом вопросе по созданию этого самого существа, которое на грибной основе. А, еще ж одна дверь была. Я ее не увидел. Я увидел что-то странное какое-то существо, она говорила со мной через одного из грибников. Очень странно, можно рассказать об этом в грибнице. Ну, в принципе, это задание о грибнице. И мы ее выполняем. Записка с кодом в грибнице. Вот что он мне дал. Степень доступа в АСФОР. Доступ к первой двери ведущей в бункер в создании грибницы. В случае гибели носителя второго кода стоит обратиться к смотрителю. 6136. Это код от грибницы, нас пустят куда-то дальше. Более, наверное, подробная информация о том, что здесь произошло. И у нас еще одна дверь с вами осталась. Последняя. В которую я не заходил. Странно. Так что, все, можно отсюда валить, да? Да, тут только тело отлежит. Ноги светятся. Ого. Ого. Динамит, он стоит тысячи три. А может... Нет, тысяча точно стоит. Но тысячи три не уверен. Но никто у нас его не утащит, к сожалению. К сожалению, да. Ну вот так, но все равно. Еще надо 74 кому-то засунуть. Иначе мы будем долго отсюда выходить. Ну кому-кому? Фиделю. Да нет, Фиделю мы не засунем и собаки. В принципе, можно металл выбросить. Да, собака? Сколько у тебя металл весит? Килограмм 30, да. Да, сейчас я металл... Как его? Давай так, металл сюда. Тебе дам... Динамит нельзя выбрасывать, вы что? Тебе дам мясо. Металл можно. 40. Переполнен. Все еще переполнен. А, металл выброшу. Да, все нормально. И металл выбрасываем. О, нормально. Получилась куча металла. Представьте, сколько я с собой таскал. Тут ничего нельзя взять, ничего нельзя сделать. Просто взяли крутой динамит. Может быть, он что-то помогает взрывать. Что-то где-то. Ну все, можно выходить, я думаю, да? Если дверь бункера открыта. Нам уже сказали, что она может быть закрыта. Пойди, открыт. Ну, мы все... Все, что... Да, открыта дверь бункера. И выход открыт. Нас никто не встречает. Все, друзья. Мы сейчас здесь остановимся. Если, конечно, команда пошла правильно. Но нет, все нормально. Все пошли. Собака, по-моему, следом бежит. Да. Собака бежит следом. На этом остановимся. Начало серии, я думал, мы с вами... Нас разорвет просто от... ...бомбизма, который происходил. Но ничего. Ничего. Дальше пошло уже в своем ключе. И игра снова... ...меня радует. Но вот это вот вещи... ...с перестрелками в закрытых и открывающихся дверях... ...это что-то с чем-то. Ладно, там бы... Нет, был бы другой враг, проблем бы не было. Просто враг. Смертельно опасный. Цветок, который убивает фактически с одной атаки. Потом уже все. Делать нечего. Он ослабляет. Я не знаю, что он там делает. И когда твой напарник выходит, и ты не можешь ничем помочь... ...игра сохраняется через 20 секунд после того, как ты нажал кнопку сохранить. Но мы это пережили. Не знаю, нас ждет еще как минимум два бункера. Бункер в мертвом городе. Квежиш остался. Да. Еще туда мы с вами поедем. И бункер 317. Еще два бункера. Могу представить, что там. Ну, ничего страшного. Разберемся. Все, я здесь останавливаюсь. В следующей серии мы начнем наим сдавать квесты. Их у нас довольно много. Начиная с этого места, через Краснознаменный и заканчивая перегоном. Нам надо же до перегона надо будет в следующей серии дойти. Довольно большое путешествие, где мы сбросим практически все квесты. Останется только Мертвый город и бункер 317. Все. Все остальное мы должны сбросить с вами. Ну, естественно. А, да, вот. Бункер 317, Мертвый город. Все остальное надо как-то выполнить. На завод зайти. Фагелевка. Фагелевка, да. Краснознамены. Место ДТП найти. Два квеста на перегоне, которые надо сдать. Сдать голову бандита. Ну, вот эти еще, да. Мелкие квесты на пауков. Я их просто не встречал. И поэтому я их, наверное, не выпущу. Ой, не... Не выполню. Начальнику милиции вот голову принести. Это пауки, пауки. Вот это все мы сдадим. В следующей серии сдадим точно. Все. На этом заканчиваем. Трудно было. Но мы справились. Интрига прям закрутилась. Что что за существо они понесли в гребницу? Наверное, нам расскажут. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедро Игровые Миры. До новых серий в Атом РПГ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok